Глава первая. Начало пути. Саске, уже прошло десять лет. Я больше и так не могу, со слезами на глазах говорила Хинато. Хинато, я его найду самое главное и продолжать надеяться, ты поняла меня? Уверенно говорил Саске. Да. Владелец Шарингана подошел и обнял ее. И отправился опять на поиски. Саске опять ходил по ближайшим деревням. В надежде найти Наруто. Много чего произошло, когда Наруто не было в деревне, родилась Химоваря. Баруто уже родился на момент пропажи джинчурики, а Химовара еще была в животе у Химоты. И многие начали забывать о нашем лисенке, только Каги, друзья и семья помнили о нем. Вдруг Саске увидел знакомую фигуру. Наруто. Сказал про себя владелец Шарингана. Он быстрее, быстрее направлялся к лисенку. Все ближе и ближе Саске подошел к нему, дотронулся до плеча Наруто и повернул его к себе. «Наруто, наконец-то я тебя нашел», — с улыбкой на лице сказал Саске. «Мы знакомы». Владелец Шарингана увидел его лицо. Он выглядел совершенно по-другому. Немного длинные собранные в небольшой хвостик волосы и один глаз был красный, как у Курамы. У Саске было много вопросов, но вдруг на левом боку заметил маску в форме лисы, похожей на маску Анбу. «А это что?» — поинтересовался владелец Шарингана, указывая на маску. «Моя маска, но ты не ответил на мой вопрос». «Точно, прости. Да, мы знакомы, возможно, ты меня забыл, но я бы хотел тебе напомнить». «А как?» «Давай отойдем в тихое место». «Хорошо». Наруто следовал за Саске. Они отошли недалеко от деревни. Много деревьев укрывали их от чужих лиц. «Прости меня», — вдруг произнес Саске. Наруто ничего не успел ответить, как он попал в Гендюцу Шарингана. При помощи этого Саске сможет понять, что произошло с ним. Наруто встал на колени, сам этого не понимая, Саске решил посмотреть, что с ним случилось. Наруто стер себе память с помощью Кагото Гендюцу. Причиной этого стал его глаз, похожий на глаз Курамы. Оказывается, этот глаз может видеть мертвых и показать смерть кого угодно. Наруто не смог это выдержать и решил стереть себе память. Про глаз Курамы Саске ничего не смог найти, но смог вытащить Наруто из Гендюцу. «Наруто, ты меня слышишь?» «Да, Саске. Ты меня вспомнил». Саске подошел и обнял Наруто. «Я так рад, я уже около десяти лет тебя искал, а ты, оказывается, был в Эсс это время недалеко. Если честно, то я мало, что помню». «Ничего, лучше пошли обратно в Канаху». «А ты уверен, что меня там захотят увидеть?» «Химовари, Баруто, Химота. Они, наверное, ненавидят меня». «Не говори так. Давай сделаем им сюрприз». «Можно, но какой?» Саске поиской укрыл глаз Наруто и надел на него черный плащ с капюшоном. Они молча шли в Канаху, как вдруг увидели какого-то парня. Он был еще ребенком, на вид лет тринадцать. Паренек бежал куда-то, запнулся и упал на землю. Он так лежал около пяти минут и не вставал. Наруто решил помочь ему, подбежав, он поднял его на руки и понес в деревню. Саске ничего ему не сказал. Когда они вошли в деревню, то было много шума, кто-то бежал на миссию, а кто-то распевал Саки. Наруто накрыл его вспоминаниями о том, как он провел тут свое детство. «Если хочешь, я могу отнести его в больницу, а ты иди к себе домой». «Хорошо». Наруто аккуратно передал парня Саске и побежал к себе. Ему не терпелось увидеть своих детей и жену. Пробежал несколько домов и увидел свой. Он постучал в дверь, ему открыла Хината. «Здравствуйте, вы чего-то хотели?» «Здравствуй, Хината. Я снова дома, что?» Хива не поверила своими глазами. Наруто снял с себя капюшон, и Хината смогла его узнать. У нее по щекам потекла тонкая серебристая струйка. Она сразу не хотела бросаться ему в объятия. Хината молча впустила его в дом. К этому времени Саске успел вернуться к ним. Он увидел, как Хината плачет озадаченных детей, которые не могли понять, кто это. Саске решил представить детям своего отца. «Баруто, Химовари, знакомьтесь, это ваш отец». После его слов наступила небольшая тишина, затишье перед бурей. Химовари с слезами на глазах побежал к Наруто. «Пап, пап, я так рада тебе! Где ты был? Я так скучала!» Сквозь слезы говорила она. Но похоже Баруто не был рад возвращению отцу. Он грозно посмотрел на него и произнес, «Зачем ты вернулся? Зачем? Без тебя было намного лучше!» «Уходи отсюда, уходи!» Крича, говорил он. «Баруто, успокойся, он все-таки твой отец», — произнес Саске. «Мне все равно, кто мне!» Он бросил нас троих и ушел непонятно куда, так пусть возвращается туда, откуда пришел, — повышенным тоном говорил он. «Ты не понимаешь!» Наруто не дал закончить слово Саске и произнес, «Не надо, Саске! Оставь его в покое! Я приду, когда он успокоится!» «Это значит никогда!» Произнес Баруто вслед уходящему отцу. Наруто не ожидал такой реакции, но очень хорошо понимал его. «Не каждый сможет принять человека, который молча ушел на десять лет!» Наруто думал куда пойти. «Если хочешь, то можешь у меня остаться», — произнес Саске, как будто он прочитал мысли Наруто. «А что насчет Сакуры и Сарады? Не переживай, они не будут против!» «Ну, хорошо!» После этого они направились к Саске. Они проходили через дома. Со времен Наруто ничего не поменялось, такие же деревянные крепкие дома. Наконец они дошли до дома Саске. Дверь открыла Сакура. «Наруто?» — с удивлением спросила она. «Давно не виделись», — с улыбкой на лице сказал Наруто. Она подбежала к нему и крепко обняла его. «Я так давно тебя не видела, ты где пропадал?» «Неважно, самое главное, что я тут, верно?» «Да, ты прав, пошли за мной. Сейчас познакомишься с Сарадой». «Хорошо». Когда Наруто прошел в дом, Сакура заметила повязку на глазу, но решила не спрашивать про это. Ему, наверное, и так сейчас нелегко. Вдруг из комнаты вышла Сарада. «Вот это наша дочь», — с улыбкой на лице произнесла Сакура. Сарада остановилась и не понимала, кто этот человек. «Сарада, знакомься, это Наруто, он отец Баруто, и твой уник ровный дядя. Он поживет какое-то время у нас, ты же не против». Спросила бывшая Харуна. «Нет, конечно. Могу я задать вам парочку вопросов?» Спросила младшая очиха. «Сарада, Наруто устал после дороги, давай сначала поедим, а потом уже сможешь задать свои вопросы». «Хорошо, мам». Сакура приготовила отличный обед и после того, как все поели, Сарада начала задавать свои вопросы. «Куда вы пропали на десять лет?» Начался допрос от юной Кунаичи. «Я ушел из деревни и странствовал по всему миру, как мой учитель. Прости, но больше сказать не могу. Это ведь вы, неизвестный герой». Получив свой ответ, она сразу задает следующий. «Неизвестный герой. Кто это?» В полном недоумении спрашивал Наруто. «Когда ты ушел из деревни, все забыли про тебя. Осталось немного людей, что помнят тебя. Твои друзья, семья и Каги. Но что-то людям не давало покоя, будто они забыли что-то очень важное. Я не знаю, как так вышло, но появилась легенда про неизвестного героя. Там говорилось, что был один человек, что сражался бок о бок со мной. «Я и этот герой вместе выиграли войну, а позже он уничтожил мою руку». Закончил рассказ Саски. «Теперь понятно, что за «неизвестный герой» я могу ответить тебе на вопрос, Сарада». «Да, я этот герой, но пусть это будет наш маленький секрет, хорошо?» Гордо ответил Наруто. «Я сохраню этот секрет до того времени, когда он перестанет быть секретом», поклялась Сарада. Сарада задала еще парочку вопросов, но уже не такие важные, скорее личные. «Сарада, иди спать, завтра распределение на команды, ты должна выспаться», сказала Сакура. «Хорошо, мам», сказала девочка и пошла к себе в комнату. «Завтра будет распределение. Ты пойдешь?» Спросил Лисеныш. «Да», коротко и ясно ответил Саски. Сакура показала Наруто его спальное место, и все легли спать. На следующий день на распределение, чтобы Наруто не узнали знакомые, он надел черный плащ с капюшоном. Саски и Наруто пришли чуть раньше. Они стояли в самом дальнем углу класса и ждали, когда эта комната наполнится детьми. В класс забежала детвора, а за ними шел учитель. Наруто немного удивился, когда увидел взрослого Шина. Он никогда не думал, что этот странный тип станет учителем. Когда все сели по местам и успокоились, Шина начал говорить командой их участников. Было не слишком много детей и уже через 15 минут ушли все команды со своими наставниками, кроме этой троицы. Команда номер семь, Узумаки Барута, Учхасарада и Мицуки, сказал Шина. «Что? Почему я должен быть с ней?» Воскликнул Узумаки младший. «Я тоже против того, что нахожусь с тобой в одной команде, но раз нас выбрали, придется терпеть твои выходки, уже более спокойным тоном», сказала Сарада. Саски и Наруто наблюдали за ними. Лисенка накрыли воспоминания. Через минуту он вернулся в реальность и решил поделиться своими выводами с человеком, что стоял возле него. «Они похожи на нас. Я же прав, Саски!» Шепотом спросил Наруто. На это Учхареш усмехнулся. Когда Шина вышел из класса, Саски спустился вниз к новой команде номер семь. Сарада немного удивилась, ведь Саски никогда не проявлял заботу в ее сторону. Наруто увидел ее слегка удивленное лицо и ответил на ее немой вопрос. «Может он и ведет себя, как настоящий гордый Учхо, но в душе он тебя очень любит», — начал вспоминать Наруто. «Наруто, заткнись, с ноткой злости», — сказала Саски. «Я же ведь прав», — с ухмылкой на лице произнес Лисенок. Саски ударил Наруто в живот, так что тот почти долетел до стены, но рука Сусена спасла стенку класс. «Ай-яй! Ты ведь использовал Сусена, чтобы стену не сломать, да?» Вставая на ноги и приходя в себя, спрашивает Наруто. «Верно», — холодно отвечает Саски. «Ты сломал мне два ребра», — начал жаловаться Наруто. «Дядя Наруто, давайте я помогу вам, меня мама научила», — подходя к Наруто, — говорила Сарада. «Спасибо, Сарада, но я обладаю регенерацией», — объяснил хранитель Кьюби. «Дядя Наруто», — выпросительно посмотрел Баруто на Сараду. Наруто немного помрачнел. «Что ты здесь делаешь?» Переходя на крик, заорал Баруто. «Неужели ко мне пришел? Тогда почему не с мамой? Ты хоть представляешь, как ей было трудно и сложно одной растить двоих детей?» Уже кричал Баруто. «Баруто, прекрати кричать», — вступился Саски за Наруто. «У каждого есть своя причина для предательства». Баруто после слов Саски решил промолчать. Из-за уважения к нему. «Вы, ведь Узумаки Наруто, да. Наконец-то решил, что-то сказать Мицуки. Мне родитель много о вас говорил. Что вы сильны Шиноби не только физически, но и морально. Прожил такое, что не каждый сможет, но вы все равно улыбаетесь. Так, он тебе рассказывал про меня. Надо будет навестить его тоже», — Наруто нахлынули воспоминания о своем детстве. Вдруг Наруто осенило. «Может собрать всех своих друзей и обрадовать их новостью, о том, что я вернулся?» Задумался Лисенок. «Саски, а давай позовем всех друзей и руку Сенсия, Ли Тентин», — бодро рассказал свой план на ближайший вечер Наруто. «По какому поводу?» — заинтересовался Шаринг Нистый. «Как по какому?» «Я вернулся домой и дети уже гнины, почему бы не отпраздновать?» «Я угощаю». «Начал выкладывать причины Наруто, скажешь им». «Ладно. На какое время?» — спросил Саски. «На семь вечера, сегодня. Что стоите? Пошлите отпразднуем ваши повышения в звание». Наруто с Саски и детьми вышли из класса и увидели приближавшихся к ним Химуту и Химувари. «Наруто-кун, вот ты где», — сказала Химута. «Я надеюсь, ты скоро сможешь мне рассказать причины ухода». «Я тоже надеюсь. Вы куда-то собирались?» — поинтересовалась Химута. «Да, хотели отпраздновать становление детей генинами, а вечером собрать весь выпуск и не только. Ты пойдешь, Химута?» — спрашивал Герой Мира. «А с кем Химувари оставить?» «Хима, а ты не хочешь сегодня пойти к дедушке и тете?» Начал Наруто спрашивать свою дочку. «Конечно, хочу». С тетей Хинами так весело. Радуется юная обладательница Бьякогана. «А сейчас пошлите домой, что-нибудь приготовим вкусного». «Радуется, как маленький ребенок», — подумал Саски. «Дома?» Наруто решил сам что-нибудь приготовить вкусного. Выбрал корей яблочный пирог. «Не знал, что ты умеешь готовить», — сказал Саски. «Ты еще много чего не знаешь обо мне», — сказал Наруто и улыбнулся лисьей улыбкой. «За детей», — произнес недотост Наруто и выпил немного Саки. «Сильно не пей, еще вечером успеешь», — произнес Саски. «Все вкусно поели, команда смогла лучше познакомиться, а Наруто и Саски с Химатой смогли спокойно поговорить. Учиха не стал говорить, что он видел в Гендюцу. Это был его секрет. Наруто стало не по себе. Такое чувство, что он просто так теряет время. Лисенок этого не хотел, но не знал, что можно с этим сделать, поэтому решил обратиться к верному другу. «В подсознании Наруто?» «Курама, ты можешь мне помочь?» — с некой грустью спрашивал Наруто. «Конечно, только не вешалый нос. Ты же ведь еще хочешь стать Хакаги?» «Да, но ты же знаешь, что у меня появилась аллергия на васильки и я просто могу не дожить до этого. Я помню. Никогда не забуду, что эту аллергию прозвал «проклятие моих глаз», и не волнуйся, успеешь еще стать Хакаги. Это да, спасибо». Они немного посмеялись, и Курама продолжил свою мысль. «Надо начать с малого, стань Анбу, а потом у тебя все получится». «Но я бы еще хотел, чтоб все видели мертвых». «И зачем?» «Я хочу сделать это, чтобы люди, потерявшие, так сказать, смысл жизни и просто горе от потери людей, смогли увидеть их. Может они не захотят больше мстить или у них пропадет ненависть». «Я тебя услышал, но думаю это будет легче сделать, когда ты станешь Хакаги. Хорошо, большое тебе спасибо». Потом Наруто вышел из своего подсознания и долго еще об этом думал. 18.50 Химата уже отвела Химу в ряк дедушки и тети, а Саски уже давно отправил всем сообщение о том, чтобы сходить и выпить всем вместе. «Зачем тебе маска и плащ?» Поинтересовался Саски. «Эм. А. Это. Во-первых, благодаря маске я могу легко скрыть свою чакру, которую так легко узнать. Во-вторых, она скроет мою внешность, а плащ также поможет скрыть меня», — объяснил самый непредсказуемый ниндзя номер один. «Зачем тебе эта вся маскировка?» — задал вопрос Учха. «Хочу сделать всем сюрприз», — ответил Наруто и улыбнулся своей фирменной улыбкой. Такой легкой и чистой. Никто так не мог, только Узумаки Наруто так улыбался. 19.05 «О, Саски, наконец-то ты пришел», — послышался шум и гам от друзей. «Эй, Саски, зачем ты убежал вперед, не подождав меня?» Весь запыхавшись, говорит «Анбу». «Что? Анбу? Что он здесь делает?» Посыпались вопросы от них. «Это не Анбу», — спокойно сказал гений из клана Нара, — «такие маски Анбу не использует». Узнаешь и Камару, — подумал парень в маске Лиса. «Кто ты?» — поинтересовался Сай. Наруто снял капюшон, а потом и маску. Все присутствующие, кроме Саски, удивились и ошел в млённо смотрели на него. «Наруто! Это правда ты?» — спросил Киба. «А кто же еще?» — с улыбкой на лице ответил Наруто. Все начали радоваться, задавать вопросы, на которые Наруто придется ответить не раз. Он рассказал все, что мог, не выдавая секретной информации. Все повеселились, напились. Когда все начали расходиться, Наруто попросил Саски остаться. Они вышли на улицу, и очиха первый начал разговор, что-то случилось. «Можно сказать и так. Я просто начал осознавать, что ничего не делаю, просто сижу на месте. Ты же в Гиндюцу все видел, верно?» «Почти, но что надо было увидел. Раньше, я хотел стать Хакаги, но сейчас я немного переживаю, а вдруг у меня не получится быть хорошим главой деревни. Я думаю, может мне сначала стать Анбу? Я верю, что ты будешь самым лучшим и сильным Хакаги, но если ты переживаешь, начни сначала с Анбу. Поднимись до главного и набирайся опытом». «Спасибо». После их разговора Наруто вернулся в дом. Перед этим Химата попросили переночевать его у нее. На следующее утро. «Пап, а ты куда?» Поинтересовалась дочка. «Нужно сходить по делам к Хакаге», ответил Наруто. «Я ненадолго. Передашь маме?» «Хорошо». «Пока», ответила Химавари. Наруто вышел из дома и вспомнил, что надо навестить того парня. Он направился в больницу перед тем, как сходить к Хакаге, надев плащ с капюшоном и повязку на оба глаза. Он шел мимо улиц и старался не попадать кому-то на глаза. Наруто успешно дошел до больницы, зашел в нее и пошел к столику регистрации. «Здравствуйте, а не подскажите, где находится парень, которого Саски-учиха принес пару дней тому назад?» «Здравствуйте, конечно, кем вы ему являетесь?» «Он мой племянник». Девушка начал смотреть мониторы, а потом направила лисенка на третий этаж в 305-ю палату. Наруто быстро поднялся по лестнице и направился в палату, когда он зашел, то парень уже себя чувствовал намного лучше. «Ты кто?» Немного грубо спросил парниша. «Я тот, кто тебя нашел, хотел проведать тебя». «Конечно, спасибо, но это было не обязательно делать. Меня все равно скоро выпишут, и я уйду в другую деревню», продолжал говорить грубовато. «Не делаю поспешных выводов. Лучше побудь еще тут, а я придумаю, где тебе остаться, согласен?» Подумаю, опять же отрезал он. «А как тебя зовут?» «Каваки». «Все, ты можешь идти, я хочу побыть один». «Приятно познакомиться, Каваки, а меня Наруто». «Хорошо, трогать тебя не буду, потом еще зайду». Каваки ничего не ответил. Наруто наконец-то направился к Хакаге. Он довольно быстро дошел до его кабинета. Он постучал и вошел внутрь. В кабинете Хакаги его встретили Какаши и Шикамару. «Хакаги-сан», — сказал незнакомец в маске. «Да». Скучающим голосом говорил шестой. Какаши смотрел в окно и не видел гостя, но голос показался ему знакомым. Наруто снял маску. Он был в черной толстовке с вышитой эмблемой клана Узумуки. «Давно не виделись, какаши Сенси», — с лисьей улыбкой произнес Наруто. Какаши отвернулся от окна к гостю. И очень сильно удивился. «Наруто, как давно ты в Канохе?» — спрашивает глава деревни. «Уже три дня, но я тут пришел по делу. Я тебя слушаю. Вы же помните, что раньше я хотел стать Хакаги, но думаю, я еще не готов к этому. Поэтому я хочу вас попросить об одолжение. Я хочу, чтобы вы назначили меня в ряды отряда Анбу». Какаши выслушал и спустя небольшую паузу ответил. «Я подумаю, через пару дней придешь, и я тебе скажу точный ответ». «Хорошо». После этого Наруто развернулся и пошел домой к Хиноте. Когда Наруто ушел, Шакамару начал разговор с Хакаги. «И что вы думаете насчет этого?» «Я ему дам добро, но пока надо найти для него задание». «У меня есть предложение». «Какое?» Поинтересовался шестой. «Саски в больницу принес парня, позже я узнал, что он сбежал из другой деревни от своего отца и особо недоброжелателен к людям. Может его первое задание присматривать за этим пареньком?» Какаши опять замолчал, он опять смотрел в окно и как будто что-то хотел увидеть в нем. Хакаги вспомнил, что он не один и продолжил. «Можно, когда Наруто придет, ты ему все расскажешь, хорошо?» «Да». «Когда Наруто вернулся домой, там уже сидел Саски». «Ты что-то хотел?» поинтересовался Лисенок. «Хотел узнать, как прошел разговор с Хакаги». «Я у него спросил насчет Статинбу, он сказал, что через пару дней даст ответ. Он по-любому тебе скажет, да». «Ты в этом уверен?» «Конечно». «А точно, помнишь того парня, которого ты принес в больницу?» «Да, а что такое?» «Так вот, я перед тем, как пойти к Хакаге, зашел к этому парню. Его зовут Каваки, он вообще необщителен, немного грубовут». «Хочешь, я к нему схожу и поговорю с ним?» «Немного грозно», спрашивал Чхо. «Саски». «Немного повышает он», сказал Наруто. «Я тебя понял, пойду лучше прогуляюсь». «Даже не смей». «Я уже ухожу». Наруто что-то говорил ему вслед, но Саски его уже не слышал. Он решил прогуляться по тренировочным площадкам. На одной из них, на том самом полигоне, где была первая тренировка седьмой команды. На ней он увидел Баруто, который кидал Сюрикену в мишень. У него это выходило плохо, впрочем, как и у его отца в его годы. Саски решил показать, как надо их метать, но вдруг он услышал, о чем говорил Баруто. «Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Почему он приперся спустя десять лет? Вспомнил о семье? Его совесть замучила. Пусть он и дальше находится там, откуда пришел, и никогда не возвращался. Да чтобы он сдох!» Выкрикивал Баруто и метал Сюрикены. Все эти слова, что сказал Баруто, свели с толку Саски. Он начал ненавидеть его. Учиха стал подходить ближе и ближе к Баруто. Когда он был уже близко, Узумаки перестал кричать, увидев своего учителя. Саски злобно посмотрел на пацана и Баруто спросил, «Учитель, вы что-то хотели от меня?» Поинтересовался Баруто. «Да, ты хоть представляешь, как ему было тяжело?» «Через что он прошел?» Грозно кричал Саски, придерживаясь своей нормы. Баруто понял, про кого говорит его учитель и решил ответить, он бросил семью. Ушел с деревни. Он нукнин. Последние слова прозвенели в голове Саски громче всего. Он не выдержал и сказал, «Я покажу тебе через, что прошел Наруто», сказал Саски и активировал шаринган, погрузив Баруто в прошлое Наруто. Примечание нукнин отступник, ушедший из деревни и отрекшись от нее, перечеркивая свой протектор деревни, пример, члена Кацуки. «Где мы?» спросил Баруто и начал осматривать местность, «Это Каинаха. Она такая маленькая. Это воспоминание Наруто. Никто тебя не видит, сухо, но все с той же злобой, говорит Саски, мы переместились во время экзамена на Генина. Пошли покажу тебе кое-что». Баруто и Саски пошли в лес. Когда они пришли, Саски сказал Баруто стоять и смотреть. «Наруто монстр. Он девятихвостый демон. Ему нечего тут делать. Его никогда не признают». Гордо выкрикивал Мизуки. Баруто задумался над этими словами. Придя в себя, он услышал другой голос. «Да, девятихвостый такой, но не Наруто», сказала Рука, зная, что Наруто сидит за деревом, может он и дурак, но у него есть стремление стать лучше, в нем горит огонь Канохи. «Поэтому я буду защищать его». «Что? Это все говорили про отца? Но почему его так называют?» задает вопрос и Баруто. Саски лишь молча смотрел на счастливое лицо Наруто, когда ему сказали, что он прошел экзамен. Они переместились в следующие воспоминания. «И где мы сейчас?» спросил Баруто. «На мосту в стране волн, что сейчас называют, Великий мост Наруто», ответил Саски. «Мост Наруто?» Снова задал свой вопрос Узумуки. «Да, этот мост назвали в честь Наруто. Смотри, все сам поймешь». Они молча стояли и смотрели на поединки между Кокоши с Забузой и Наруто с Хаку. С каждой минутой Баруто становилось страшнее. И настал момент, когда он увидел Саски всего в иглах. Ему стало немного страшно за учителя, но он вспомнил, что это воспоминание и бояться нечего. Он посмотрел на Учиху, дабы удостовериться своими мыслями. Внезапно он почувствовал сильную чакру и медленно повернул голову. Эта чакра, она исходит от отца? Такая сильная и ужасная. Как будто он какой-то монстр или демон, начал думать Баруто. На все это Саски смотрел спокойно. Он даже порадовался, что Наруто защищает его. Баруто до сих пор смотрел на этот мост из-за дерева, где они прятались. Он понял, почему Наруто Узумаки называли монстром. Ты понял, почему его так называли? Спросил Саски. Да, а что насчет его родителей? Моих бабушку и дедушку? На это Саски лишь промолчал и перенес их в другое место. Их следующее воспоминание было в долине завершения, а именно конец битвы. Саски не стал показывать их бой, не хотел, чтобы Баруто видел силу Наруто. Лишь конец, где Узумаки повержен и лежит на холодном камне. Что тут произошло? Это был наш первый серьезный бой. Бой в долине завершения. Я победил Наруто, ответил Шаринганистый. Почему вы сражались? Мы были соперниками, и лишь отдаленно были похожи на друзей. Этот бой, он был решающим. Я хотел уйти из деревни и пойти в ученики Карачимару. Если выиграет Наруто, я вернусь в деревню и признаю свое поражение. Точнее выигравших не должно было быть. Либо умру я, либо умрет Наруто, но он живучий и просто так не сдастся. Наруто выжил, поэтому сейчас я здесь. Бой не на жизнь, а на смерть. Вы были отступником, но вы же герой всего мира. Это сложно объяснить, но это не главное. Ты хочешь узнать причину ухода Наруто? Да. Я не смогу тебе показать. Эти воспоминания были повреждены, и я не могу перенести нас туда, поэтому расскажу тебе. Хорошо. Наруто узнал, что с помощью его чакры можно подчинить себе все живое. Я еще не изучил эту технику, так что не могу сказать, как она работает. Он решил уйти из деревни, но перед этим он использовал одного парня из Анбу. У него была техника, связанная с воспоминаниями. Наруто попросил перед его смертью стереть всем память о нем, но были люди, которые не смогли его забыть. Этот Анбу был смертельно болен и ему оставалось лишь пару дней. Эту технику считали потерянной. Все это время Наруто скитался по всему миру, как его учитель. Он был путешественником, даже не помнил, кто он есть. Я нашел его чудом, закончил свой рассказ Саске. Вот что значит произошло на самом деле. Спасибо, Саске Сенси, что объяснили ситуацию, поблагодарил Баруто. Не говори так про него больше. И еще, не жали его, ему это не надо. Видя себя нормально. И да, это наш секрет. Хорошо. В настоящем времени прошло около минуты. После того, как Саске ушел, Наруто решил подняться на скалу с лицами Хакаги. Но через пару минут он увидел Саске и решил позвать его к себе. Попить чай и просто поговорить по душам. Саске, пошли ко мне, я печенье к чаю купил, улыбаясь, заговорил Наруто в плаще. На это Саске лишь просто кивнул. Так они разговаривали до вечера. Примечание Т.К. Наруто исчез, то люди начали считать Саске героем и они забыли про то, что он был мукининым. Хинато сказала, что сегодня придет Сакура с Сарадой. Они уже должны были прийти. В прихожей послышался шум. Вспомнишь солнце, вот и лучик, подумал Наруто. Сарада, иди к Баруто, а нам нужно поговорить, сказала очиха Беш Шарингана. Хорошо, мам. Наруто, Саске, нам нужно серьезно поговорить с вами, сказала Хьюго. В чем дело? Спросил джинчурики. Сакура и Хинато сели на кресло перед диваном, где сидят Наруто и Саске. Не будем томить. Мы с Хинато и вам изменяли. Что? Почему? Как? Немного не понимал Наруто, вы друг с другом. Да, синхронно сказали жены, вы злитесь. Я нет, что поделать, если ориентациями не сошлись, объяснил Наруто. А ты что скажешь, Саске? Саске отрицательно помотал головой. Внезапно он встал и пошел к прихожей. За стенкой стояли дети, Саске позвал их в гостиную. Они похожи на тебя, Наруто, заявил Саске. И чем же? Поинтересовался Наруто. Любя подслушивать, сказал Саске. Все немного посмеялись, но дети так и стояли поникшими. Они услышали только те заветные слова и старались успокоить Химовари. Наруто увидел немного заплаканную дочь и решил подойти к ней. Химовари, не плачь. Все будет хорошо, мы не ругаемся, успокоил Наруто. Наруто взял Химовари на руки, и они вместе сели на диван. Нам нужно решить пару вопросиков. Первый с кем будут дети? Спросил, неизвестный герой, думаю будет лучше, если Химовари останется с Химотой. Она еще маленькая, и я часто буду пропадать на заданиях. Да ты прав. Баруто, Сарада, а вы с кем хотите? Поинтересовалась Сакура. Подожди, Сакура, а не лучше ли будет, чтобы дети остались с вами? Нас будут отправлять на долгие и сложные задания. Мы редко будем дома, объяснил хранитель Каюби, а насчет какой-то помощи, можете всегда к нам обращаться. Сакура и Химота немного подумали и ответили, да, ты прав. Тогда давайте сегодня последнюю ночь, а завтра будем собирать вещи, сказала Сакура. Будет лучше, если вы будете жить здесь с детьми, Саски у себя, а я сниму квартиру недалеко, поделился своими мыслями Наруто. Может лучше у меня поживешь? Спросил Саски. Да, думаю так будет лучше. Квартирка небольшая, но на двоих хватит сполна, согласилась Учхо Сакура. Наруто подумал и согласился с выводами Сакуры. На улице уже было поздно, поэтому дети остались на ночь в доме. На следующее утро Саски и Сакура пришли и пораньше принесли нужные вещи для себя и сарады. Наруто уже почти собрал свои вещи и хотел выходить, но Саски остановил его. Стой, ты забыл повязку. Ой, спасибо, Саски, но надо еще кое-что решить. И что же? Секунду. После этого Наруто позвал Химоту и Сакуру. Они все стояли на улице и ждали, что скажет Наруто. Через пару минут он начал говорить насчет наших браков. Я думаю, лучше всего будет, если мы не будем разводиться и останется все как есть. Вы согласны? Все молча кивнули, Химота с Сакурой вернулись в дом, а Саски с Наруто пошли к нему, но перед этим Лисенок улыбнулся своей фирменной улыбкой. Опять, Наруто улыбнулся такой легкой и чистой улыбкой. Я невольно начал на нее засматриваться и понял, что хочу всегда видеть только эту улыбку от этого неугамонного усура Танкача. Наруто отнес свои вещи в дом Саски. Саски, я сбегаю к Акаши Сенсио, спрошу насчет становления Анбу, крикнул Наруто из другой комнаты. Хорошо, я уверен, что он тебе разрешит, с легкой улыбкой, сказала Саски. Наруто убежал, а Саски решил немного разобрать вещи. В кабинете Хакаги? Наруто появился в резиденции Хакаги и без разрешения зашел в его кабинет. Какаши Сенси, вы подумали насчет моей просьбы? Сказал Наруто. Да, я принял решение. Наруто Узумаки, теперь ты официально глава отряда Анбу. Твое позывное будет, лись, своим спокойным голосом, сказал Какаши. Глава. Так сразу. Да, зачем тянуть? Думаю, из тебя получится хороший лидер. Хорошо, я постараюсь оправдать ваши ожидания. Я уже придумал для тебя твое первое задание. Тот парень, каваки вроде, да. Твое задание присматривать за ним. Есть вопросы? Объяснил и спросил шестой. Да, насчет его места жительства. Думаю, будет лучше, если он останется у тебя. Наруто кивнул и решил спросить насчет формы Анбу, но тут зашел Шакамару с формой в руках. Вроде размер должен подойти, держи, сказал Шакамару, отдавая его форму. Твоя маска, как у Анбу говоришь, ты ее сам сделал? Она подойдет для тебя. Это долгая история, откуда у меня эта маска, но я ее применю куда надо, заявил Узумуки. Хорошо. Наруто быстро переоделся. На нем была легкая толстовка поверх, которой было жилет Анбу, темно-синие штаны и защита для рук. Он надел маску и пошел Кавыки в больницу. Там сейчас, должна быть, Сакура за ним приглядывать, подумал лис. Наруто неожиданно появился в палате Кавыки. Сакура немного дернулась от внезапных шагов. Эн. Анбу? Ты что-то хотел? Спросила Кунаичи. Да, у меня задание, коротко ответил Анбу. Можешь выйти? Мне нужно поговорить с Кавыки. Ой, да хорошо, сказала медсестра. Кавыки, мое задание присматривать за тобой, сказал глава, на момент моего задания ты будешь проживать в моем доме. Хорошо, быстро ответил Кавыки. Кавыки быстро переоделся, и они направились к выходу. Медицинский персонал ничего не спрашивал и не задавал так, как понимал, если Анбу, то важные задания. Анбу с Кавыки вышли из больницы. Через пару минут Кавыки решает сбежать. Наруто сразу узнал об этом и решил дать ему надежду и почти сразу ее разрушить. Может хватит убегать? Ты весь запыхался. Как ты всегда меня ловишь? Ты думал, что меня просто так в Анбу взяли? И вообще все Шинаби будут посильнее тебя. Кавыки уже хотел использовать Каму, но Наруто уже знал про эту способность и вовремя остановил его. Ча? Ча? Что? Как ты смог остановить меня? Ты знала про мою способность? Я мельком услышал про организацию, Кара. Мне стало интересно, и я начал изучать ее. Поверь, она принесет тебе лишь боль и страдания. Я видел это своими глазами. Изучал. И как давно? Где-то на протяжении 8 лет. 8 лет. Значит, ты знаешь и обо мне? Да, я знаю о твоем детстве все, и знаю, что они делали с тобой. Знаю, насколько они сильны. Кавыки решил молчать и идти за этим Анбу. Они уже подошли к дому Саски. Саски, мы пришли, крикнул лис. Саски выглянул из-за угла и увидел Кавыки. Что он тут делает? Поинтересовался Саски. Это мое первое задание в роли Анбу. Присматривать за ним. И да ты был прав, Какаши разрешил мне стать Анбу, сказал Наруто. Познакомьтесь лучше. Кавыки. Учиха Саски. Они сказали это одним тоном и с одним выражением лица, что Наруто передернуло от этой мысли. Это ведь вы принесли меня в эту деревню? Спросил Кавыки. Да, ответил Шаринганистый. Вы живете вдвоем? Да. Наруто снял мазку и капюшон и решил все-таки сказать, хватит разговаривать с одним тоном и одним выражением лица. У меня такое чувство, будто в доме теперь двое Саски, сказал Наруто с немного раздраженным голосом и лицом. Это ты был в больнице, сказал Саски номер два. Да, все верно. Внезапно рядом с Наруто появился Анбу. Тючи, ты что-то хотел? У меня к вам послание от Хакаги, лисом. Тючи передал послание Наруто и испарился, а в послании были следующие слова, лис, через шесть дней в Канухе будет собрание пяти Каги. Твое второе задание такого, проводи Кази Каги до Канухи. В последнее время на него часто нападают. Сейчас все его люди заняты. Пока тебя не было на деревню песка напали. Погибло много хороших бойцов. Выдвигайся сегодня, чтобы успеть к этому времени. И еще кое-что, ты должен будешь охранять собрание пяти Каги. Саски, я ухожу на задание. Меня не будет около недели. Присмотришь за Каваки. Перед тем, как уйти, Наруто увидел лишь кивок со стороны Саски. Мы часто будем уходить на разные миссии, поэтому мы будем присматривать за тобой вдвоем. Наруто уже собирался выйти из-за ворота, но его остановил голос. Эй, ты кто? Я не узнаю твою маску, сказал неизвестный женский голос. Лис повернулся к источнику звука. Оказалось, это были две девушки примерно одного возраста с Наруто. У них были маски котов. У одной с розовыми вставками, а у другой с красными. Я новенький Ванбу. Меня зовут Лис. А так это ты новенький, нас сюда послал Хакаги. У нас задание с тобой. Меня зовут Лия, сказала обладательница розовой маски, а меня Розалин, сказала обладательница красной маски. Наруто кивнул, и они отправились в путь к стране ветра. На первом привале все прошло гладко, но на втором кое-что произошло. На привале? На втором привале они решили остановиться в небольшом лесу. На поляне рядом с их привалом, он увидел голубые все реки. Хоть и Наруто понимал, что ему может стать плохо, но Лис решил промолчать, но спустя какое-то время он стал себя чувствовать не очень. Лис, с тобой все хорошо? Выглядишь вяло, спросила Лия. Да, все хорошо, просто устал. Давай я первая встану на дозор, заявил Розалин. Наруто слабо кивнул. Девушки сразу поняли, что-то тут не так. Лий, как и Розалин, была медиком и хотела помочь Лису, но сколько она не отдавала свою чакру, ему не становилось лучше. Это бесполезно. Сейчас мне чакра не поможет. Дело не ва. Наруто не успел договорить. Он начал кашлять кровью. Это был знак. Его аллергия на голубые Васильки начала действовать. Что с тобой? Начало нервничать Ли. В моей КХМ. Сумки лежит лекарство. Дай мне его. КХМ. Ли быстро достала из сумки шприц с лекарством и дала его Лису. Наруто ввел в себя раствор, что сделать Сунада по его просьбе. Ему стало немного лучше. Сейчас объясню. У меня аллергия на голубые Васильки. Она вызывает кашель с кровью, а если запустить, то я могу умереть. Это лекарство остановит ее ненадолго. Если я останусь здесь, она снова появится, обессиленно говорил Наруто. Кошмар. Розалин, спускайся, нам срочно нужно уходить отсюда. Что? Почему? Начала спрашивать Розалин. Она спустилась на землю и хотела задать еще пару вопросов, но Розалин увидела состояние Лисы и промолчала. Лис, ты сможешь встать? Взволнованно спросила Лия. М. Что? А? Да, да смогу. Наруто встал и они ушли в другое место. Когда они пришли, Лия попросила Розалин проверить местность на наличие голубых васильков. Второе не стало спрашивать зачем, она догадывалась. Лис, отдохни, а я пойду на дозор, за тобой присмотрит Розалин. Наруто встало кивнул. Он сразу вырубился. Утром. Лис, как ты себя чувствуешь? Спросила Лия. Мне уже лучше, спасибо, Лия. Спустя пару часов они добрались до резиденции Казикаги. Гара, там к тебе Анбу из Канохи пришли, сказал Конкура. Пусть войдут, сказал Пятый Казикаги. Лия, Розалин и Лис появились в кабинете. Без лишних вопросов Наруто отдал свиток с заданием Гаре и подошел Линя, преклонив голову. Лис, с тобой все хорошо, поинтересовалась Розалин. Да, просто не выспался. Ты скрываешь свою чакру? Спросил Гара. А? Нет, не совсем, это благодаря Маске. Она скрывает чакру за меня, ответила Наруто. Зачем ты это делаешь? Моя чакра слишком узнаваемая. А я Жанбу, мне нужно скрывать свою личность, сказал Наруто. Маску этого не было видно, вы готовы? Конкура, оставляю пост на тебе. Хорошо. Они отправились в сторону Страна Огня. С тех пор, когда Наруто отправился к Стране Ветра, прошло пять дней. День шесть. Путь обратно не составит труда. Осталось пару часов до прибытия в Канаху. Давайте здесь остановимся ненадолго, на минут тридцать. Хорошо, хором ответили девушки. Наруто сел возле дерева, облокотившись на него. Все было хорошо, но вдруг он услышал очень знакомый голос. Наруто, ты же не любил привалы, послышался чей-то голос. Наруто посмотрел на других, никто не обращал внимания на этого человека. Я отойду, осмотрюсь тут. Хорошо, сказала Лия. Он услышал меня? Наруто ушел на достаточное расстояние и решил спросить, кто этот человек. Ну, покажись уже. Голос такой знакомый. Перед Наруто появился парень, лет восемнадцать. Не. Может быть, Мэджи. Я думал, что больше не увижу тебя. Как ты меня видишь? Этот глаз. Он дает мне сил увидеть мертвых и то, как они умерли. Когда я смотрю на тебя перед глаза та картинка, где я держу тебя на руках и ты умираешь. Ты начал поражать меня еще с экзамена на Чунина. Не смотри лучше на меня. Как столько лет? Я отведу тебя к ней, но позже. Как думаешь, если я поделюсь Чикро с другими людьми, они тоже будут видеть тебя? Хм. Не знаю. Можно попробовать. Но на ком? Может на Саске? Если он вернулся в Канаху? Да, нам это стоило руки. Наруто немного усмехнулся, вспоминай те дни. Ли нам пора уходить. Пошли, где-то вдалеке кричал Розалин. Пошли, сначала пойдем к Саске, а потом уже я отведу тебя к Хидоте. Хорошо. Прошло пару часов уже виднелилась главная ворота. Добро пожаловать в Канаху, господин Казикаги, сказала охрана главных ворот. Эй, Лис, отчет! Крикнула Ли уходящему Наруто. Когда отмазался Наруто, к совету я приду. Ли хотела сказать что-то еще, но Наруто уже исчез. Гару немного улыбнулся. Он напоминает мне моего друга, был таким же бестактным, сказал Казикаги. Простите его, он новенький. Это его первая миссия была, ответил Розалин. Ничего, я даже рад, что такие, как он еще есть, сказал Казикаги. «Наруто, где же ты?» Лис уже хотел идти домой к Саске, но нашел его на улице. В его голове появилась идея. Наруто обездвижил Саске и решил немного поиздеваться, но он тут же узнал кто это и вывернул его руки. «Ай, ай, все, все, сдаюсь. Отпусти», завыл Наруто. Саске отпустил его, и он упал на землю. Первый протянул руку лису, чтобы тот встал. Наруто воспользовался милостью Саске. Когда лис встал, он чуть ли не упал от усталости, но Саске успел вовремя, и Наруто облокотился об него. Его голова оказалась на плече Учихи. «Ты чего?» «Просто устал, хочу рамена. Сходим в очарику. Позже у тебя скоро собрание. А где Кавыки? Ты настолько устал, что не заметил, что он стоит напротив нас с самого начала. Некудышный из тебя Анбу». Наруто приподнял голову и посмотрел в сторону улицы, где стоял Кавыки, он даже не заметил, что они оказались в переулке. Наруто опустил обратно свою голову и решил воспользоваться моментом. «Зачем ты отдал мне свою чакру?» Сказал Саске, поворачивая маску Анбу, так чтобы та была сбоку головы. «Посмотри в ту сторону», сказал Наруто, указывая на другой конец переулка. Саске встал в ступор, он видел человека, что погиб на войне. «Как? О, ты его теперь тоже видишь? Я был прав, Меджи. Это из-за чакры. Угу. Вы там о чем?» Внезапно спросил Кавыки. «Ничего, Саске, сколько сейчас времени?» Спросил блондинчик. «Время идти на собрание», сказал Саске. «Ты сказал Наруто, «Ладно, я пойду. Сходим потом в очарику». «Если будет ночь, я не пойду», сказал Саске, «Иди, ты уже отпаздываешь». Совет начался 15 минут назад, а Наруто решил полюбоваться природой Канухи, пока Каги решает серьезные вопросы, но Лис об этом не знал. Недавно была замечена некая активность на территории Канухи. «Как позже мы узнали, что эта чакра, похожая на чакру Клана Кагуя», рассказал Какаши. «Вы намекаете на еще одно нападение», спросил Чоу-Джура. «Можно и так сказать, но сейчас эта информация должна остаться между нами». «Нам уже охватило». «Вспомните деревню песка», сказал Рай Каги. «Вы правы, но надо что-то придумать», сказал Кази Каги. «Если это будет битва с людьми, у которых чакра как у Кагуя. Надо принять крайние меры. Есть информация насчет их наступления», предложила Куро Цучи. «Нет, поэтому это, скорее всего, будет неожиданно», ответил Хакаги. «Хм, значит, наши страны должны быть готовы к атаке. Пусть все шиноби будут на готове, но не говорите им, что за опасность. Надеюсь, вы согласны со мной?» Все молча кивнули, и резко Наруто ворвался туда. «А что еще ожидать от самого непредсказуемого ниндзя номер один?» «Сна, извините за опоздание. Бедный Кукаши. Он стукнул себя по лбу и думает, за что мне такой ученик? Господь, что я сделал не так?» Гара, увидев своего знакомого снова, улыбнулся, думая, что Наруто, когда тот был Бахакаги, также врывался на совет. Ли и Розалин шипели про себя, как змея. Хотя это не всегда получалось делать тихо. «Лис, ты же сказал, что успеешь!» зашипел Розалин. Остальные Каги смотрели на эту картину с некими воспоминаниями, пока Розалин выбивала всю дурь из Наруто. Розалин, даже не пытаясь выбить всю дурь из него. «Кхм, Сакура была бессильна», сказал «Еще что-то?» спросил Даруя. «Есть важная информация, которая живет здесь уже больше недели», сказал Какаши. «Информации живет?» «Что ты несешь?» спросил Ицу Чикаги. «Может информации, которая живет, сама скажет?» спросил Шестой. Эта информация немного кашлянула. «Кхм, я та информация. Мое позывное Лис. Он и есть та информация». «Подумала про себя Лия. Неделю назад меня приняли в отряд Анбу. Мое место там, как глава спец. Отряд Анбу по приказу Шестого Хакаги, Кокаши Хатаки, сказала информации. Читая. Он глава Анбу. Я была на задании с главой. Думали про себя девушки в масках котов. «Такой бестактный глава, Кокаши, как ты его выбирал?» спросил Мизукаги. «Его сила превосходит всю нашу», сказал Кокаши. И тут весь совет ахнул и впал в шок. «Да, кто ты, черт тебя побери!» рявкнул Райкаги. Наруто медленно снимает маску и говорит «Узумаки Наруто к вашим услугам!» Гордо заявил никудышный Анбу. И тут совет впал в небольшой ступор. Никто не мог ничего сказать. Наруто уже снял маску и повязку. Тогда вышел Горо. «Где ты пропадал столько лет?» «Знаешь, как мы все переживали?» Саски не переставал тебя искать. «Тебя не было десять лет». «Десять!» «Надеюсь, у тебя есть веские причины», разъяренно говорила мамочка Горо. Наруто знает, каким может быть Горо в бешенстве, так что хотел потихоньку свалить, но у него это не вышло. Горо остановил его песком. «Стоять!» сказал Горо с таким жетоном. «Весь отчет есть у Какаши Сенсии». «Я тут ни при чем», пытался отмазаться Наруто. Розалин и Лия стояли в шоке. Они не понимали кто это было и почему Каги так отнеслись к его словам. Тут решил вступиться к Каши. «Горо, успокойся, весь отчет я пришлю вам». «Кстати, Лия, Розалин, вы знаете легенде, неизвестный герой?» «Да, эта легенда очень популярна в наше время», ответила Лия. «Но разве это не просто легенда? В каждой легенде есть доля правды», сказал Лиз. «Например, в этой легенде все является правдой». «Что? Так это не легенда, а история?» спросил Розалин. Наруто кивнул. «Что с твоим глазом? Почему он такой?» спрашивал Гаро. «Это тоже есть в отчете», сказал Наруто. Все немного успокоились. Совет продолжился. Ничего такого не было. Обычное совещание глав деревень. Оно продлилось недолго, и уже через полчаса Наруто мог уйти домой. «Дома. Саски, я дома. Я так устал, начал ныть Наруто. Саски сидел на кухне и пил чай. Как прошло? Нормально, если не считать того, что Гаро меня чуть не прибил там? Ты рассказал им? Угу. Наруто, ты обещал мне показать, как там Хинато. Вдруг раздался голос Наруто. Наруто, давай завтра. Нет. А, ладно, Саски, не хочешь к девчонкам сходить? Пошли, Саски, Наруто и Наруто уже подходили к дому. А Хинато жената? Да, сказал Наруто. На ком? На мне. Что? Как тебе объяснить? Вроде женатый, а вроде и нет. Мы решили разойтись мирно, но остаться в браке. Ниджи промолчал. Наруто постучал в дом, ему открыла Химовари. А вы кто? Спросила девочка. Ой, Химовари, прости, забыл маску снять. Папа, я так соскучилась. Я тоже. Они зашли в дом, и Химовари позвала всех остальных. Наруто, ты что-то хотел? Спросила Сакура. Нет, просто решил навестить вас, сказал Наруто, нежно улыбаясь. В этот момент в дверь постучались. Наруто открыл я, и там стоял Каваки. О, Каваки, тебе Саски дал адрес? Спросил Лис. Да, коротко сказал Каваки, Наруто пробрал в дрожь. Опять Саски номер два, подумал Узумуки. Они прошли в зал и сели пить чай. Каваки, а зачем ты пришел? Спросил Наруто. Пока ты был на задании, он спрашивал у меня про наши семьи и хотел с ними познакомиться, ответил Учиха. Ладно. Представьтесь тогда, попросил Наруто. Каваки. Узумуки Баруто. Узумуки Химавари. Учиха Сакура. Узумуки Химата. Учиха Сарада. Наруто, это твои дети. И девочка Саски. Спросил Маджи. Да, это моя семья, ответил Наруто. Пап, а кому ты это сказал? Спросил Хима. А? Подождите секунду, сказал Лис. Наруто встал с дивана и сложил несколько печатей. По комнате развеялось большое количество сильной чакры. Этот размер был больше половины объема чакры у обычного человека, а раздать ее нужно было шестерым. Наруто бессильно упал, но Саски успел его подхватить. Наруто. Папа. Закричали присутствующие. Не кричите. ВС в порядке, просто перерасходовал чакру, успокоил Саски. Зачем он это сделал? Спросила Сакура. Госпожа Химата. Этот голос. Неужели это он и подумал Химата. От этого внезапного голоса все повернулись в угол комнаты и увидели парня лет семнадцати. Ниджи. Ну как? Сказала Химата и заплакала «Ты! Ты же умер! Это будет мое извинение за то, что бросил вас устал», сказал Наруто. Саски помог ему сесть на диван. «Зачем так перенапрягать себя?» спросил Саски, «Если бы тут было на пару человек больше ты бы умер». Закричал Учиха старший. Саски заметил, что Наруто немного дрожит и перестал кричать. Все были в шоке. «Похоже пора вам ВС рассказать», хрипл сказал дженчурики. Их лица выражали непонимание. Наруто снял повязку, и все увидели его глаза. Один был, как чистое небо. Цвет свободы, а другой темно-красный с демоническим зрачком. Теперь все были в еще большем ступоре. «Благодаря этому глазу я вижу мертвых и с помощью своей чакры, передал вам часть своей силы, но для этого нужно большое количество чакры. Об этом знают лишь вы. Не успел договорить Наруто, как он вырубился. Совсем не знает свой предел. «Вот идиот», сказал Саски. «Папа, не говори так, будто бы дядя Наруто умер», с грустинкой сказала Сарада. Саски подхватил Наруто на руки и попрощавшись телепортировал себя, Наруто и каваки домой. Уже дома Саски аккуратно положил Наруто на свою столь ярко выраженные черты его завораживали. Ярко голубые глаза и их способность показывать настроение их владельца. Если настроение хорошее, то глаза яркие, а если плохое, то они темные. Глубже тьмы, в которую провалился Саски. Эти лисьи усы. Его волосы. Все это завораживало Саски. Он не мог на него не смотреть. Эти мысли появились после их первого поцелуя. Ему это так с этими мыслями каждое утро. Ему было больно быть вдали от этого некодышного ниндзя. На следующее утро. Доброе утро, Саски, устал, сказал Наруто. Доброе. А где Каваки? В комнате. Я так устал, а у меня еще сегодня задание с новичком. Не мной. Что за задание? Защитить королеву Страны Снега и ее дочь. Это та принцесса, что мы защищали? Угу. Надеюсь, ее дочь не такая капризная, как ее мама. Ты пойдешь в страну Снега? Нет, она здесь. По дороге к Анохе всю ее охрану перебили. Моя цель сопровождать ее до того, как прибудет новая охрана. Что за новичок? Стал Анбу месяц назад. Метит в верхушку, но ему сказали, что это место занято. Тогда он сказал, что станет правой рукой главы. Я был не согласен. Хотел, чтобы это место занял ты. Саски очень обрадовался. Он всегда хотел быть ближе к этому солнцу. Я буду правой рукой только седьмого Хакаги. Наруто улыбнулся, он пошел одеваться. И уже через пару минут его не было дома. В кабинете Хакаги? Извините за опоздание, прокричал Наруто. Болван, подумал парень в мазке Анбу с оранжевыми завитками. Кхм, суть задания я уже передал Ляму. Командовать будет Лиз, сказал Кокаши. Почему он? Я хочу стать правой рукой главы Анбу. Я должен руководить миссией. Прокричал незнакомец. Ты должен будешь подчиняться главе, но до этого научись подчиняться другим, сказал Шакамару. Наруто понравился этот парень. И еще Лям, ты должен будешь приглядывать за Лисом, сказал Шакамару. Подожди, Шакамару, тут уже я не согласен, сказал Лис. Саски рассказал про вчерашний инцидент, пояснил Кокаши. Наруто успокоился и задумался. Ты потратил много чакры, и даже сейчас она еще не восстановилась. Тебе нужен тот, кто присмотрит за тобой, объяснил Шакамару. Пусть делает что хочет, но я не согласен с этим, пробубнил Наруто. Я же надеюсь, вы прочитали информацию про друг друга? Спросил советник. Да, ответил Наруто. Да, но про Лиса очень мало информации. Там даже не было написано про его техники и стиль боя. Почему? Поинтересовался Лям. Его техники секретные и очень сильные. Про таких мы почти ничего не пищем, сказал Какаши. Какаши, у меня есть дела и я пойду, сказал Шакамару. Хакаги кивнул. Ему не понравилось состояние Наруто, и он решил спросить, Лис, может быть, сходишь к Сакуре или поставить к тебе Лию? Нет, все нормально. Наруто улыбнулся через силу, но через мазку это не было видно. Мы можем идти? Спросил Лис. Хакаги кивнул. Что больше всего удивило Лиан это маска Лиса? Она необычна. Черная с синими рисунками и белые усы Лиса кажутся знакомыми. Он удивился этой маске, ведь всегда маски белые с разноцветными узорами. Возле главных ворот. Извините, госпожа Юки, сказал Лиан. Вы опоздали на 10 минут. А если бы нас похитили или еще хуже убили? кричит принцесс. Прос. Если мы тебя защищали, заткнись и не ной. Ты же дочка сильной девушки, а ноешь как ребенок, грубо сказал Наруто. Лис, да что ты себе позволяешь? Это принцесса, она дочь Куаюки Казаханы, кричит Лиан. Да мне плевать кто ее мать. В этот момент подошла сама Куаюки. Почему этот парень кажется мне знакомым? Подумала королева. Ах, извините моего сокомандника за грубость. Он новенький, начал оправдываться Лиан. Не смей затыкать меня! Крикнул Наруто. Лис ударил Лиан с половиной своей силы. Он отлетел в дерево. Сначала ты мне понравился, но ты слишком эгоистичен. Спасаешь только свою шкуру. Затыкаешь пасть только тем, кого ты считаешь слабее. Я знаю про тебя многое. Но ты ошибся, я не слаб. Не смей меня злить. Тебе повезло и сейчас я не в лучшей форме, злобно заговорил Лис. Лиан был в шоке. Настолько сильного удара в таком состоянии он не ожидал. И откуда он знал про него столько? Эта миссия продлилась пять дней. На Каюки часто нападали разные шиноби. Лиан больше не лезь под горячую руку Лиса. И мало говорил. Наруто нужно было всегда быть начеку. В время на принцесс нападали разбойники, но, конечно, Наруто быстро с ними расправлялся. Лиан бессил его, и Лис решил, что тот будет дозорным во время ночлега. Лиан будет охранять отель снаружи, а Наруто самих принцесс. Он мало спал и был обессилен на последний день миссии. В этот день принцессы решили сходить на горячие источники. Девушки уже давно ушли на источник, а Наруто охранял дверь внутри. Лиан был занят охраной всех источников. Принцессы выкупили весь женский источник и были там одни. Куаюки сказала, что Лис может не стоять за дверью, а выйти наружу. Было жарко. Особенно в толстовке. Слишком жарко. Лучше сниму ее, подумал Лисенок. Наруто снял толстовку и остался в сетчатой футболке. Принцесса Юки немного покраснела, когда увидела Лиса в этой футболке. Но ей что-то показалось странным, а именно то, что Лис был весь день вялым. Она надела халат и решила подойти к нему. Лис, все в порядке? Спросила наследница. Да, да. Просто жарко. Ты сегодня вялый, наверное, сильно устаешь на миссиях. Он чувствовал, что скоро упадет в обморок. Госпожа Юки, можете позвать Лима? Да, конечно. Через минуту были слышны шаги за дверью. Лис, что-то случилось? Спросил Лиам. Он помог встать Наруто, и они зашли в отель. Юки пошла к маме. Лиам, я скоро вырублюсь. Сможешь один присмотреть эту ночь за ними? Что произошло? Ничего. Все в порядке. Это то про, что говорил Хакаги. Наруто еле разбирал слово. Через пару секунд после вопроса он упал, но Лиам успел его поймать. Лис, может тебя к медику отнести? Ты на ногах не стоишь. Все в порядке. Просто устал. Чаир Те, ему хуже. Где здесь медики? Наруто, ты так быстро издашься. Послышался до боли знакомый голос. Наруто поднялся, опираясь на Лиама, и посмотрел в сторону голоса. Стой, Лис, тебе нельзя вставать. Наруто, спасибо, что выполнил мою просьбу, сказал неизвестный голос. Повернувшись он увидел. Повернув голову, Наруто увидел Итачи, он мило улыбался. Наруто на это тоже улыбнулся и решил немного отдохнуть. Я не сдаюсь, а всего лишь отдохну, сказал обладатель глаза мертвых. Лиам не понял, что он имел ввиду, но принял это за усталость. Очнулся Наруто уже дома. Он был в своей комнате, что выделил Саски. Найном была его униформа Анбу. Не было повязки и маски. На стуле рядом с диваном, где спал Наруто, он увидел до боли знакомый костюм. Такой же, как в его детстве. Оранжевый с синими вставками наверху, но только они были темнее и есть капюшон. Он примерял его и был очень рад, ведь этот костюм для него много значит. Наруто сразу понял от кого он и пошел к нему. Уже почти заходя в зал, начал говорить Наруто, Саски, это же ты положил мне. А, немного испугавшись, закричал Наруто. Перед его лицом стоял Анбу. Это был Лиам. Он внезапно выскочил из-за угла. Лиам, зачем так пугать? Я чуть не грохнулся. И вообще что ты тут делаешь? Какой из тебя Анбу? Если ты даже чакру почувствовать не можешь, сказал Саски. Лис. Эм. Что ты не так? Да нет, просто я представлял тебя по-другому. Лиам сильно удивился, когда перед его лицом появился парень с него ростом. На вид очень молод. Один глаз был ярко-голубый, а другой красный с вытянутым зрачком. желтые волосы, сделанные в невысокий хвост. Он даже догадаться не мог, кто это, но то, что он назвал его Лиам, дало знак. Если быть короче, настоящий красавчик. Так, зачем ты пришел? Спросил Наруто. Я отнес тебя к господину Саски по просьбе Хакаги. И он попросил меня остаться ненадолго, объяснил Лиам. Наруто прошел дальше по залу. За столом сидел сходим в очарику. Нет. Ты обещал ещ почти неделю назад. Я занят. И чем же? Я пишу отчет по твоей миссии. Хочешь в очарику, попроси кого-нибудь из своих друзей? И вообще тебе разве не нужно в офисе анбу сидеть? Вдруг что-то натворят. Да что они могут натворить? В прошлый раз парочку новичков разломали пол здания из-за ссоры. Ладно, тогда думаю я лучше пойду, а то потом получу от какаши сенсии. Лям, со мной? А почему ты должен сидеть в офисе анбу? А это секрет. Гордо сказал Наруто. Саски немного улыбнулся. Лис быстро надел мазку и капюшон. Они отправились в здание главного отделения спецотряда анбу. По дороге в отделение этот костюм. Он такой знакомый. Наруто оглянулся и увидел взади себя Пакуна. Пакун, я так давно тебя не видел. Радостно закричал Наруто. Мы разве знакомы? Спросил пес Хакаги. Пакун, это Юл. Забыл меня? Не верю. А ты поверь. Наруто снова так улыбнулся, нежно. Жаль здесь не было Саски. Вы же ниндзя пес Хакаги? Спросил Лям. Пакун кивнул. Слушай, а куда ты идешь? Спросил Наруто. У меня поручение для сай от Кокаши. О, так тебе в отделение. Нам тоже. Пакун не успел ответить, как Наруто взял его на руки, и они пошли. Сначала пес хотел возмутиться, но потом подумал и понял, что так удобней. О, мы уже пришли, сказал Лям. Что за шум? Подумал Наруто. Из отделения доносился шум. Похож на борьбу, скрежет Кунаев. Наруто, Лям и Пакун влетели в здание. Там была схватка. Парнишка лет 15 и чуть старше парень лет 18. Они о чем-то спорили. Возможно что-то серьезное, раз они устроили тут кавардак, или наоборот. Так, быстро все заткнулись. Крикнул Наруто, как настоящий лидер, устроили мне тут балаган. И вообще где Сай? Лям сильно удивился такому поведению, но его тон и вправду заставил всех замолкнуть. Даже Ляму захотелось стать еще тише. Ты что-то хотел? Спросил Сай, выходи из-за угла. Да, почему ты не следишь за порядком тут? Ты же тут вроде главный был. Пока меня не заменили на какого-то новичка и теперь меня не слушаются. Я даже удивлен, что ты их заткнул, сказал Сай. Так, слушайте меня. Если увижу хоть еще раз такую стычку, вам всем не сдобровать. Сказал Наруто, переходя в режим Кушины. Молодые Анбу испугались такой страшной аурой. А с чего мы должны тебя слушаться? Послышался голос в толпе. Как только Наруто услышал эти слова, он подошел к этому человеку и схватил его за этот Анбу еле встал. Все были шокированы его силой. Повторяю еще раз. Если не будете слушаться, положу всех одной правой. Некоторые заметили на его правой руке бинты. А ведь этой рукой он бросил в стену того паренька. Подумал один из Анбу. По его спине пробежала дрожь. Сай, Лиам и Пакун были в шоке. Пора представиться. Меня зовут Лис. Я новая глава спец. отряда Анбу. Вы увидели, что будет с вами при неподчинении. Все меня услышали? Да. Хором крикнули все находящиеся и склонили головы в честь признания. Лиам, моя правая рука, Алья Розалин, главная медсестр в отряде. Усекли. Да. Другое дело, а теперь разошлись по своим делам. Есть. Троица смотрела на это с огромными глазами. Чезеньки вылупили. С Наруто. Просто удивлены тем, что ты новая глава, спокойно сказал Лиам. Я удивлен, что ты стал серьезней и главой Анбу. Ты сомневался во мне? Поинтересовался Лиз, улыбаясь по лисье, я тоже вам не советую злить меня. Лиам уже попробовал этот удар на себе. Наруто отошел к своему новому кабинету. А он изменился, с небольшой паузой произнес Пакун. Да, сказал Сай. В смысле? Спросил Лиам, вы знаете каким он был раньше? Да. Я знаю его. Мы познакомились, когда ему было 12. Задорный парнишка. Вечно улыбался и не отступал от своих целей. Вечно твердил, что станет Хакаги. Называл это своим путем Ниндзя. И был еще тем дураком. А я познакомился с ним, когда нам было по 16. И в этом возрасте он лишь немного поумнел и стал чуток сильней по словам Сакуры, сказал Сай. Мало кто может выжить после его удара, особенно если он очень зол. Как выжил ты? Спросил Сай. Он был слаб, вот и ударил слабо. Но его удар был очень сильный. Я отлетел на 40 метров. И еще мне удалось увидеть его лицо. Что с его левым глазом? Он всегда таким этот глаз появился примерно два года назад, когда он был на грани смерти. И еще у него появилась способность. Он может видеть мертвых и, глядя на них, то как они умерли, объяснил Сай. Что видеть мертвых их смерть? А если это близкие люди? Ему наверное больно видеть все это. Я бы не смог так жить, сказал Лиам. Наруто сильнее всех помогал освоиться и немного убраться в кабинете. Спустя четыре часа они закончили. Наступил вечер. Какаши вызвал Наруто на пару слов. Наруто, я сокращаю твои миссии до одной в две недели, сказал Хакаги. Что? Почему? Лиам отдал мне что твоей последней миссии. На задании с Ли и Розалин, тебе было плохо. Я лишь хочу уберечь тебя. Если ты умрешь, это будет я согласен. Наруто ушел домой в немного грустном настроении. Я дома. Саски, ты представляешь? Какаши. С этого момента прошло две недели. Список того, что Наруто успел сделать за эти две недели небольшой. И вот, что он в себя включает, прочитать все отчет Анбу за 10 лет, прочитать информацию почти про всех Анбу. Помощь Саски по дому. Перевернуть все в доме 4 раза. Пилить мозги Какаши за то, что тот не дает задания вымотать все нервы Саски два раза. И он уже не знает чем себя занять. Мне скучно. Иди к Руке сходи. Какаши тебя уже терпеть не может, сказал Саски, занимаясь своими делами. О, а это идея. Каваки, ты идешь со мной. Почему? Лучше уйти подальше от живой бомбы, шепотом говорит Наруто, ну так рука же директора академии. Могу попросить его, чтобы ты посидел там урок другой. Ты же вроде ниндзя хотел стать. Хорошо. Наруто надел капюшон и закрыл повязкой оба глаза. Пошли. Саски, мы ушли. Вали. Как грубо. Через пару минут они были возле академии. Наруто накрыл волны воспоминаний. Он быстро залетает в кабинет директора. Все находящиеся там подпрыгнули от внезапного появления сна. Ирука Сенси, можно попросить вас об одном одолжении. Что именно ты хочешь? Наруто рассказал свою идею, и Ирука согласился. Око за око. Можешь присмотреть с детьми, пока учитель опаздывает. Просто присмотреть. Хорошо. Спасибо, Ирука Сенси. Наруто радостно выбежал из кабинета, Акваке молча пошел за ним. Ирука, кто это был? Спросила Анка. Один из моих учеников, сказал директор и немного улыбнулся. Вы довели этот класс ему? Думаю они найдут общий язык. Наруто уже хотел зайти в класс, но вспомнил какие подлянки он делал в этом же кабинете. И решил проверить. Он быстро открыл дверь и зашел в класс. Как Лиса предполагал на пол упала губка смелым, но он прошел быстрее, чем она упала. Весь класс залился смехом, но сразу стих увидев то, что губка лежала на полу, а вошедший стоит посередине класс. Все были удивлены, а Кваки опять же молча стоял возле Наруто. Кто ты? Послышался голос из класс. Называйте меня Лис. Все были в шоке, но побыв в таком состоянии еще немного. Они снова начали шуметь, драться и да. Но тут все повернулись в сторону двери и увидели ярко-голубый шар в руке человека, что зашел в класс. Они раскрыли рты от удивления. Если не будете меня слушать, я брошу в вашу сторону Куны. Все поняли? Ой, ой, ой. Как страшно, послышался смело голос из ребят. Наруто бросил Куны в сторону этого ребенка. Он порезал щеку. Все были в шоке. Хотите проверить шарик? Могу бросить его в то дерево. Наруто бросил Росинган в уже мертвое дерево. Его хотели спилить. Когда Росинган долетел до дерева, оно покрылось листьями и стало крепче. Наруто добавил в этот шарик природную чакру. Вау, разом сказали все дети. Кхм, я хочу представить вам Кхваки. Он будет сегодня с вами на уроке. Все дети посмотрели в сторону этого парня. Он старше вас, но он не умеет использовать чакру. Он не шиноби, но хочет им стать. У вас есть вопросы? Кхваки сел на свободное место. Дети начали перешептываться. Я спрашиваю, у вас есть вопросы ко мне? Меня зовут Накайдзука. У меня есть ярко-желтые волосы и зеленые глаза. Она была в серо-оранжевом костюме и с широким белым поясом. С красной повязкой на которой была эмблема клана Узумуки. Эта техника называется Росинган. Это сгусток чакры, который вращается в разные стороны. Очень опасная техника. На данный момент ее владеют лишь четверо людей. А кто эти люди, что владеют этой техникой? спросила Нака. Хатаки Кукаши, Учхасаски, Сарута Бекона Хамару и я. Хотя есть еще двое кто владел этой техникой. Джирайи и Минатан Микадзе. Они были великими героями, но умерли. А как они умерли? Продолжала спрашивать милая девочка. Вы не знаете? Ладно расскажу. Минатан Микадзе умер от лап девятихвостого лиса. Он напал на том место, но Хакаги и его жена спасли ребенка ценой своей жизни. Кто была женой четвертого? Послышался вопрос от этой же девчонки. Узума Кикушина. Она была джинчурики девятихвостого. Его вытащили из нее и заставили напасть на Канаху. В младенце запечатали Кьюби. Он стал новым джинчурики девятихвостого лиса. Это же легенда неизвестным в каждой легенде есть доля правды. В этой вся легенда и есть правда. Это история. То есть и вправду был этот герой? Или же он до сих пор считается пропавшим без вести? Да, он существует. А что насчет Джире? Он был учителем четвертого Хакаги. Человек, которого научил Росингану сам на Микадзе. Он был дорог для многих людей. Джире был сильным человеком. Его убили его же ученики. Если хотите узнать больше, прочитайте хроники Джирая. У вас есть еще вопросы? Да, меня зовут Аки Кадзума. Какой у вас ранг? Просто у вас не жилетки Чунина или Джанина, не протектор и Канохи. Хм. Даже не знаю что сказать. Пару недель назад я был генином, а сейчас я Анбу. Что? То есть, вы сразу из генина стали Анбу? Разве это возможно? Я не знаю ничего невозможного. А сколько вам лет? Послышался голос из толпы. Мне сейчас тридцать один. Ого, а выглядите на все двадцать лет. Дети задавали самые разные вопросы. Даже Каваки задал парочку личных вопросов, но остался лишь один человек, который не задал ни одного. Минма, у тебя нет вопросов? Спросил Наруто. Есть один. Почему вы носите повязку? Из-за повязки я частично слеп. Тогда зачем она вам? У меня гетерохромия. Это когда глаза разного цвета. Редкая штука. Только у меня она неврожденная. Из-за нее я прячу свои глаза. Примечание, так как страны подписали мирный договор секретных и очень сложных миссий было мало. Пару миссий в год. Поэтому их можно легко прочитать за две недели. Глава задавали разные вопросы про историю Канохи. К этому времени учитель уже подходил к классу. Слишком тихо для них. Наверное, опять сбежали с урока. Никудышный из меня учитель. Говорила мне мама, стань продавцом или почтальоном, подумал Сакамото. Он вошел в класс и удивился, что дети задают вопросы про историю Канохи, они ругаются или разговаривают. Ой, извините, классом ошибся. Вы Сакамото? Спросил Наруто. Да, а что? Ну, значит, я могу уходить, а вы продолжите урок. Что? Это мой класс. Сакамото посмотрел на детей и вдвойне удивился. Как? Как вы смогли их утихомирить? Кто хочет быть добровольцем? Я! Крикнул Аки. В этот момент Наруто бросил Куна и в сторону Аки. Не кричи с места. Куна немного порезал ребенка. Но так нельзя. Это дети. Их нельзя ранить или бить учителем. Во-первых, они будущие шиноби. Они будут сражаться за свои идеалы. Им не нравится, когда их защищают и оберегают. Они мне сказали, что вы учите их только защите, а атакам нет. А если на клинаху нападут и все шиноби будут заняты защитой мирных жителей. Тогда кто будет сражаться на фронте. Во время четвертой мировой войны Нинаби все, кроме материи и детей, ушли на передовую. А в это время на деревне часто нападали. Не все матери могли дать отпор, и тогда на защиту вышли дети. Когда я был на войне, мне было 16. Я знаю, о чем говорю. И во-вторых, я не учитель, а лишь кровожадный Анбу. себя. Лисен, вы вправду были на войне в столь раннем возрасте. Поинтересовался Аки. Да, а дети чуть старше вас защищали деревню и своих мам. Прошу вас проведите еще уроки у них. Желательно практики. Я, скорее всего, не смогу это сделать как вы. Прошу вас. Вы растите настоящих шиноби готовых защитить родных. Умолял Сакамата. В классе послышались радостные возгласы детей. Сразу было видно, что дети хотели этого. Немного подумав, Наруто сказал, я спрошу у Кокаши, а потом у Руки. Спасибо большое. Я никак не мог с ними справиться. Слишком буйный класс. Присмотрите за ними, я схожу к Хакаге. Хорошо. Наруто уже исчез. В кабинете Хакаги? Кокаши Сенси, я хотел бы спросить. Могу ли я временно обучать один класс, что сейчас выпускаться будет? Это тот, что самый буйный? Да. Почему именно он? Их классный руководитель меня попросил занять его место. Тогда другой вопрос. Почему именно ты? Думаю, потому что я один смог усмирить этот класс. Увидел эту троицу. Да. И Рука своими глазами не мог поверить, когда увидел их. И он сильно надеется, что они не будут такими Наруто немного улыбнулся. Он вспомнил, какими они были в детстве этих детей. Так, каково ваше решение, Какаши Сенсей? Я согласен. Ты теперь новый учитель класса Сакамата. Спасибо. Наруто растворился в воздухе. Учебный день уже кончился, поэтому Наруто отправился домой. Саски, я дома, крикнул Наруто. Не услышав ответа, Наруто решил проверить на наличие учихи дома. Он зашел в спальню и увидел мирно спящее тело, развалившееся на рабочем стуле. Наруто улыбнулся. Редко увидишь такую картину. Наруто осторожно взял хрупкое тело на руки и положил его на кровать. Наруто загляделся на Саски. Он был прекрасен в это мгновение. Наруто аккуратно прикоснулся к лицу и невесомо провел кончиками пальцев. Как только он он часто ловил себя на этих мыслях и от этого начинал краснеть. Когда Саски проснулся, Наруто уже не было дома. Он удивился, ведь Наруто еще та сова и может спать до обеда при этом жаловаться, что не выспался. Саски хотел было спросить про Наруто Каваки, но его тоже не было дома. Тут учиха вспомнил, что Каваки теперь ходит в школу. Наруто проклинал себя за то, что решил стать учителем. Вставать рано это не его конек. Каждое утро ему надо было вставать в 5 утра, к 6 быть в школе, а в 6 часов в 30 минут были уроки. Его классу было очень интересно. И многие приходили после урока спрашивать что-то по теме. А некоторые девочки специально оставались после уроков, чтобы разобрать непонятную тему или технику. Но на самом деле эти девочки хотели лишь подольше оставаться с их молодым учителем. И им было плевать что он старше их на 20 лет. Любви все возрасты покорны. После его становления учителем прошла неделя. Саски начал волноваться. Наруто уходил рано и приходил поздно ночью. Один из таких дней волнения Саски не знал куда себя деть. Был конец дополнительного урока практики метаник коваться с Сенсеем. Наруто сидел на траве по деревам и смотрел на учеников записывая оценки заметания. Самым худшим был Аки и его противоположность Аминма. Совсем как мы в детстве подумал Наруто. Что ты тут делаешь? Ааа Саски зачем так пугать? Сижу тут делом занимаюсь а ты пугаешь начал кричать Лиз Нака Цельси выше. Опять крикнул Наруто но уже своей ученице делом что ты тут делаешь и где ты пропадал всю неделю неделю назад меня попросили взять класс детям я понравился да и учителям тоже если короче то Кукаши согласился чтобы я руководил классом почему раньше не сказал ты же был все время занят что аж за столом засыпаешь обиженно сказал Нарутко обиделся нет а если честно да держи Саски дал Лису ярко голубое мороженое Наруто вспомнил Джирайо но Саски не позволил вспоминать ему грустные моменты Учхо почти силой чуть не удушив Узумаки запихал ему мороженое в рот Кхи я чуть не подавился прости Лиссон Лиссон учитель заорала Наруто посмотрел в сторону к детям мы кричим вам минуты три а вы с кем ты мило общаетесь уже крича говорил Аки так вышло что Саски сел в тени и его издалека почти не было видно Наруто и Саски встали и пошли к детям перед этим мило посмеявшись эти двое подошли к детям господин Саски крикнули хором дети не нужно не нужно не нужно так называть обойдется Лиссон вы знаете Саски сына спросил Аки да а как его не знать вечно найдет меня где бы я не был а когда вы познакомились спросил Минма а я даже не помню наши родители хорошо дружили мы знаем друг друга с детства но не дружили более менее мы стали общаться в лет тринадцать но разве родители Саски сына не умерли когда ему было семь спросила Нака да а мы умерли когда я был еще младше чем Саски они дружили до моего дня рождения он старше меня на пару месяцев так они разговаривали до вечера все дети ушли остались только Нака Аки Кавакеминма было тепло летний денек свежий ветер хорошая погода для вечерних посиделок на улице дети задали еще много вопросов и тут Нака пришла идея сделать венки из цветов она позвала Кавакеминму помочь ей они ушли на поляну а Саски и Наруто спокойно общались лиссон снимите капюшон и закройте глаза и вы Саски сан попросила их Нака они послушно выполнили просьбу Нака делал на них два красивых венка они были из розовых белых синих и голубых цветов это венки спросил Наруто да сказала Нака улыбаясь можно уже смотреть ты и Саски сделала я бы хотел посмотреть на эту картину так посмотри Наруто поднял повязку с одного глаза и посмотрел на Саски мило улыбка она заставляет сердце полыхать алым огнем вот о чем всегда думает Саски в такие моменты но тут Наруто посмотрел на сами цветы и быстро снял свой венок с головы лисен вам не понравилось огорченно спросила Нака нет все хорошо Наруто начал кашлять Саски это заметил и насторожился Саски ты не видел мою сумку она на площадке для тренировок принести да пожалуйста через пару секунд Саски уже стоял рядом с Наруто лис был вялым держи Наруто схватил сумку и начал шариться в ней черт 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 я же положил Саски насторожился еще сильней Наруто стал кашлять сильней лис поднялся и стал осматривать территорию площадки дети немного напугались поведением их учителя Саски схватил того за руки успокаивая успокойся ты что-то потерял это сильно важно да Наруто больше не мог сдерживаться из его рта потекла кровь Саски вспомнил своего брата и сильней испугался он не хотел терять и Наруто четверг что с тобой дрожащим голосом спросил Саски где то тут есть шприц с лекарством помоги найти Саски прошелся взглядом всю территорию площадки он исчез появился через пару секунд поддерживая Наруто за талию это да Наруто забрал шприц и вколол себе Саски не переставал крепко держать Наруто ты как маленький котенок уже хорошо они сели возле дерева и Саски уткнулся в волосы узумуки учиха крепко обнимал Наруто боялся потерять детям было страшно за учителя но сейчас смотря на эту картину они улыбнулись это выглядело очень мило они близки я бы тоже хотел бы себе такого друга подумал Аки что это было спросил Саски с дрожью в голосе сначала успокойся все в порядке у меня не так давно появилась аллергия на голубые васильки сначала обычно кашель потом с кровью а еще немного и не за горами смерть от последнего слова Саски сжал Наруто еще крепче больно ребра сломаешь вообще с чего такое беспокойство значит как бить меня так и жалеть не будешь а если я тут начал помирать сразу включил режим беспокойствия не смей умирать на моих глазах он жал лиса еще сильный вы спросите куда еще сильней Наруто показалось еще пару слов насчет этой ситуации его ребра мучительно будут ломаться чтобы спасти себя Наруто приобнял Саски поглаживая по спине через пару минут Учхо успокоился и мирно облокачивался на Наруто Саски вы так переживали за Сенсей из-за своего брата я читала как он умер он был болен смертельной болезней задумалась Нака и такое я вижу часто особенно когда смотрим фильм сказал Каваки не жалуйся стоп Каваки откуда ты это знаешь спросил Аки Сенсей а как это понимать вы живете вместе спросила Нака я временно проживаю у Саски по некоторым причинам и еще у меня есть задание от Хакаги я должен присматривать Каваки сказал Наруто поэтому я живу с ними Сенсей ваши глаза они очень красивые зачем вы прятали их под повесткой а покажите второй глаз вы говорили что у вас гетерохромия спросила Нака спасибо Нака может как нибудь позже Наруто посмотрел в сторону леса и увидел силуэт человека это был Итачи они улыбнулись друг к другу когда Саски посмотрел в ту сторону он никого не увидел он облокотился об дерево и расслабился но насторожился почувствовав чужую чакру Саски Сан можно вас? спросил Розалин говори господин Хакаги попросил передать вам эти документы сказал Илья там насчет нового учителя и экзамена на генина дополнил Розалин Наруто сильно устал за всю эту неделю он положил свою голову на плечо Саски Лис был вымутан и не заметил как перестал скрывать свою чакру все кроме Саски ужаснулись чакурой только сейчас девушки заметили парня лежавшего на плече у Чихи детям стало очень страшно Каваки было не так сильно Наруто открыл глаза и увидел ужас на лицах людей вы чего все такие испуганные я на секунду прилег что-то случилось твоя чакра она ужасающая кто ты спросил Розалин наш учитель самый лучший и самый сильный вы скрывали свою чакру потому что она такая сильная спросил Аки сильная она для тебя не страшная спросила Лия нет если это чакра моего учителя он будет защищать нас а мы его верно сказал Кадзума да крикнула Нака согласен сказал Минма Кавакилиш кивнул Наруто легко улыбнулся и лег обратно на плечо шаринганистого держи это по твоей части сказал Саски и передал бумаге Лису он посмотрел на девушек и те поняв приказ ушли дома почитаю и кстати деткам пора спать мы не дети вы сами говорили что мы Шинобе а Шинобе с раннего детства должны привыкать к недосыпу на передовой нам некогда будет спать Мало ли что я говорил я надеюсь что вы не попадете ни передовую никогда не слушайте каждое мое слово а теперь марш по домам есть сказали хором дети и пошли каждый к себе домой Акваки молча стоял и ждал когда они пойдут домой Наруто поднялся на ноги повязка на его голове развязалась и упала и он заметил как парнишка смотрит на него Наруто стало немного не по себе я тебя понял мы уже идем только не смотри на меня так Саски встал и они все вместе пошли домой так прошлый месяц Каваки попросил Наруто отдельно обучать использование чакры чтобы догнать одноклассников он оказался талантливым и легко все запоминал Саски часто приходил в конце урока когда оставались лишь те кто хотел дополнительно тренироваться подошло время сдачи экзамена он был сложный сначала теория потом практика на последнем многие не сдали но большая часть класса стала генинами все радовались наша четверка тоже стала генинами вот и пришло время разбора на команды это объявляла рука как директор академии всех уже забрали их наставники осталось четверо команда номер 7 Аки Кадзума Накоизуми Минмауч Хазака и Каваки закончил говорить рука что нас четверо удивился Аки да не повезло вашему учителю кстати о нем ваш учитель будет Наруто Узумуки кто это клан кажется знакомым рассуждал вслух Нако скоро узнаете он немного опаздывает в дверном проеме появился Конохамару и Баруто и рука Сенси Насхакаги попросил прийти передать вам документы сказал Конохамару В комнате появился неожиданно Наруто что ты тут делаешь спросил Баруто я же сказал у меня есть теперь своя команда как и у Конохамару но ты Жанбу я называю это отпуск по личным причинам Братик Наруто ну как удивленно спрашивал Конохамару скучал Конохамару разозлился и ударил Наруто тот позволил это сделать Лис полетел в противоположную от двери стену он сильно ударился тонкой струйкой потекла кровь и тут же появился Саски что-то много посторонних людей в одном классе сказал Наруто поднимаясь на ноги рана зажила но кровь осталась и рука Сенси можете выйти из класс Конохамару прости у меня была причина я не могу ее тебе рассказать но думаю какаши сможет и рука молча забрал документы и пошел в свой кабинет Наруто снял капюшон и посмотрел на детей и Конохамару он стер кровь из лица мое позывное Лис а настоящее имя Наруто Узумуки Лисом двое крикнули это одновременно и побежали к Наруто мы так рады что вы будете нашим учителям радостно говорит Аки все нам обзавидуются сказала Нака в сторонке остались Кавакименма Конохамару если хочешь еще ударить сделай это на улице другие тоже могут пострадать хорошо но мне одного раза было достаточно тогда может быть проведем время в лесу там как раз есть красивое местечко не хотите там повеселиться пожарим барбекю и там речка есть да крикнул Аки Конохамару зови свою команду вы тоже идете через пару минут они были на том месте там были Хинато Сакура и Химовари они поставили палатки небольшой бассейн поставили костер вместе с Наруто и начали готовить много вкусного Наруто снял с себя костюм он был в оранжевых шортах Лис побежал к обрыву и прыгнул он был невысоким но можно было сломать себе кости если неправильно прыгнуть Саски испугавшись но не показывая вида подошел к краю идиот сломаешь себе что-нибудь Наруто внезапно появился перед Саски и толкнул его в реку Дженчурики полетел за ним я же в одежде был зачем толкать подругам ты бы не полез в воду а теперь не откажешься сам напросился Саски нырнул под воду и схватил Наруто за ногу дети смотрели на это и немного испугались через минуту Наруто выплыл и закричал спасите меня очень хочет утопить в этот момент Саски тоже вылез и потащил обратно в воду но Наруто создал три клона теперь было четыре Наруто ух ты я тоже так хочу закричал Аки пф я могу больше пробормотал Баруто Наруто где Саски крикнула Харуна да кто его знает течением унесло наверное вспомнишь солнце вот и лучик сзади появился Саски он был тоже в шортах где-то успел переодеться из-за тебя вся моя одежда мокрая сказал Саски и начал щекотать Наруто аха аха хватит начал смеяться Наруто он тнул Саски в живот от этого чиха зашипел он схватил его и тащил в воду к этому времени дети уже переоделись и начали спускаться вниз когда они спустились никого не было и куда они делись поинтересовался Баруто братик где папа и дядя Саски спросил Ахимовари они начали беспокоиться пока Нака не увидела лиса на матрасе он спокойно себе плыл стихия воды волна это последнее что услышал Наруто перед тем как его плы потопили ааа кхм кхм Саски я из-за тебя захлебнулся не умер же пока Наруто восстанавливал дыхание Саски снова использовал эту технику только в два раза сильней лис вернулся но увидев что эта волна идет на детей телепортировался к ней стихия воды двойная волна эти техники были одинаковыми по силе и скорости вода пришла в норму Саски вау удивились девочки теперь видишь сколько могу создать можно конечно я же больше но просто чакры не хочется тратить зря хотя у меня есть идея все Наруто которые меня слышат ловите рыбу и собирайте ягоды и грибы вперед есть крикнули клоны все клоны разбежались кто куда дети и Наруто с Саски веселились в воде Наруто отжал у Саски матрас и поплыл по течению он уплыл достаточно далеко и решил вернуться пешком или вплавь слишком долго у него появилась шедевральная идея прокатимся на матрасе с двигателем в виде рессингона задал вопрос лис сам себе скорость была очень большой выше чем у катеров лодок иногда ему попадались рыбаки которые удивленно смотрели на это восьмое чудо света через меньше чем минуту Наруто был возле детей спросите почему был да потому что он переборщил со скоростью и не вписался в поворот врезавшись в дерево дети увидев такую картину смотрели с еще большими глазами не но вы представьте себе молодой красавчик в одних шортах летит со скоростью света на матрасе на котором вместо мотора рессинган когда Наруто врезался в дерево Саски первым был рядом с ним ничего не сломал а я даже не знаю вроде нет идиот ты как до такого додумался у тебя кровь ничего заживет папа с тобой все в порядке взволнованно спрашивала Химовари все в порядке но у тебя кровь такая мюрана для меня ничто ай Саски пока Наруто разговаривал с Химовари Саски где-то взял салфетку и осторожно вытирал кровь со лба Наруто она слишком долго заживает все в порядке Наруто тоже показалось это странным и он решил проверить он взял кун и порезал себе кисть руки потекла кровь но рана быстро зажила в то время старая до сих пор растекает кровью наверное ниччакру задел надо будет у Химови спросить пошли я хотел позже они позвали нас перекусить еще давно мы не могли найти тебя ну ладно только сейчас Наруто заметил что его учеников нет в реке они уже были наверху Саски Наруто и дети поднялись на обрыв и пошли перекусить клоны уже вернулись и принесли кучу добра они исчезли как только Наруто увидел их Химовар увидела лиса и подошла к нему Химовар посмотри через Бьяку на него его рана не заживает попросил Саски Химова кивнула и позвала всех сесть она активировала Бьяку и посмотрела на место раны Наруто Кун не скрывай чакру я не могу отследить Хьюга посмотрела и увидела что некоторые нити чакры закрыты она нажала на пару мест и дезактивировала Бьяку рана сразу же зажила а на местах где она нажимала остались следы спасибо Химова все принялись кушать было очень вкусно Баруто и Кваки состязались за мясо Наруто вечно забирал тот кусок мяса который хотел забрать Саски это его бесило и он стукнул того по голове когда Узумаки снова хотел забрать мясо Учихи кстати Сенси ваши глаза они очень красивые не нужно было их скрывать сказал Аки да 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 подтвердила Нака я удивился когда увидел тебя с этим глазом почему это так сказал Я скажу но сначала кое-что сделаю Наруто сложил странные печати и отдал почти всю свою чакру чтобы об этом не узнали он сразу скрыл ее Узумаки старший старался не подавать признаков усталости Саски накрыл его одеялом Сенси вы дали нам свою чакру спросил Аки да но зачем сейчас узнаете внезапно рядом с Наруто появилось два человека один был в белой маске брат сказал с небольшой паузой Саски я тоже рад тебя видеть Саски сказал Итачи легко улыбнувшись но как это возможно господин Итачи отдал свою жизнь когда уничтожал технику и дотенций как вы выжили не понимал Минма Минма не кричи Итачи мертв а это его душа с помощью моей чакры вы можете видеть мертвых сказал Наруто и еще Абита ты где пропадал я думал ты не придешь заблудился по дороге жизни сказал Абита снимая маску ты говоришь как какаши сенсей ты начал было говорить Конохамру но его перебил Абита к вашим услугам Учха Абита Учха то есть ты мой родственник поинтересовалась Сарада так вы теперь знаете что мой глаз делает но к сожалению Итачи Абита уже пора уходить а вам спать сказал Наруто все без вопросов и молча разошлись по палаткам лис никак не мог заснуть к часу ночи он решил прогуляться по лесу оказывается если пройти еще дальше по реке то можно найти небольшой водопад там он решил остаться вид был шикарный когда он почувствовал что засыпают решил облокотиться об дерево прошло пару часов как лис ушел из их лагеря раньше всех проснулся Саски его одежда так и не высохла он решил надеть толстовку Наруто было уже около четырех утра прохладно Саски заметил что Наруто нет в лагере он осмотрелся и не нашел его Учха начал волноваться да не волнуйся ты так послышался голос сзади тебе кстати идет Абита немного посмеялся и вправду Саски мило смотрелся в темных недлинных шортах и оранжевой толстовке Учха немного покраснел но лишь в душе не сверли меня взглядом иди по реке он возле водопада сказал Абита как только Саски это услышал его уже не было за мгновение ока он оказался возле Наруто тот мирно спал возле дерева Саски укрыл его одеялом которое он прихватил с собой в сетчатой футболке и в оранжевых шортах от этого Лис проснулся он сонно посмотрел на Саски и спросил зачем ты пришел зачем ты уходил я первый спросил а я сильнее волновался Наруто непонимающе взглянул на него он не заметил логики в этом ответе но решил не лезть точка Саски подсел рядом и у Зумаки устроился получше мне не спалось и я решил прогуляться тебе кстати идут светлые цвета сказал Наруто засыпая так бок о бок они пролежали до семи утра стало светлее и теплее поэтому во сне Наруто снял с себя одеяло и выкинул его куда подальше теперь их искали дети а когда нашли их увидели очень милую картину Наруто уткнулся в плечо учихи и мирно блуждал по царству Морфеи Саски не спал он пытался поудобнее сесть и не разбудить это солнце обладатель шарингана увидел детей и разбудил Наруто последний был недоволен отстань Саски дай поспать я всю ночь не мог заснуть пошли нас уже потеряли когда Наруто понял что обратно заснуть ему не дадут он сладко потянулся они встали и пошли по берегу реки подошли к месту где купались вчера бедное дерево Синси вы можете вылечить его вы же ведь уже делали так сказала Нака хорошо лис подошел к дереву и влил в него свою чакру оно стало больше повреждений и рассенганом исчезло осталась лишь еле заметная спираль круто сказал Аки они еще немного покупались вставайте нас уже заждались нам пора уходить немного сердит и сказал Саски они встали и пошли к палаткам через пару минут все собрались и ушли остаток этого дня прошел быстро под конец Наруто немного приболел обычный кашель Саски занимался своими делами а Наруто тренировал Каваки на сегодня хватит иди домой а я сейчас приду Каваки кивнул и ушел в сторону дома Наруто пошел в сторону резиденции Хакаги Какаши Сенси вызывали да я хотел заранее сказать что завтра твоей команды будет первое задание я весь во внимание провести юного господина в его деревню и забрать некоторые документы он будет ждать вас возле главных ворот выдвигайтесь с утра все нужное он вам скажет и да ты будешь в роли анбу за этим господином идет охота он гениальный инженер я понял вас молодец можешь быть свободен до свидания до свидания через пару минут Наруто был дома он быстро крикнул свое я дома и пошел в комнату он жутко устал за последние два дня лис развалился на кровати в форме звездочки куда ты ходил спросил саски какаши сенсио завтра у меня миссия с командой на несколько дней наверное можно я сегодня тут посплю на диване неудобно а тут такая мягкая кровать Наруто начал медленно погружаться в сон саски посмотрел на это тающее солнце и не стал выгонять он осторожно подвинул лиса и лег рядом проснулся ручхо отбегать не возле него он сонно посмотрел на источник звука хватит бегать туда-сюда прости саски я разбудил тебя я опаздываю не видел мою маску на полке в гостиной спасибо я побежал пока пока чуть ранее каваки получил сообщение о новой миссии и пришел первый к главным воротам позже подошли на кэминма и почти опоздав прибежал Аки через какое-то время пришел заказчик меня будут охранять четверо детей и мне сказали что у вас будет пятеро где еще один надеюсь хоть он не ребенок сказал незнакомец кхм простите за опоздание лисан ну почему вы так хотела было сказать на кэминма у вас задание как анбу верно пусть они и дети но они очень сильны и давайте сначала представимся мое имя на данный момент лис на кэдзума минма учи хазаки аки кэдзума каваки инари инари это он подумал наруто мы можем отправляться кстати а собственно куда мы отправляемся лисан вам не сказали нет господин инари должен был мне все рассказать ладно мы идем в страну волн и я хотел вас спросить вы ведь знаете об особенностях этой миссии да ответила наруто тогда почему здесь дети они шиноби посильней даже если мы не сможем защитить вас то это сможет сделать лисан гордо заявила на кэ инари не знал что на это ответить и решил промолчать вдруг что лишнего лепнет они спокойно добирались до их первой остановки наруто был последним у него сенсорские способности и он сможет узнать где враг впереди были каваки минма у них хорошая реакция по бокам на кэ и посередине нари и как всегда бывает в этот момент кто-то нападет каваки крикнул лис сзади спереди было по три врага наруто быстро придумал план действия жестами показал минма и каваки на вас перед за мной эти трое на кэ кэ подмоги и защищают и нари вперед враги были сильными одному из них удалось поцарапать руку наруто вы мне надоели рассинган все трое сразу отлетели на метров тридцать они были в шоке а ты сильный противник не то что это мелюзга сказал один из этих бандитов лис заметил как дети начинают проигрывать они постепенно сдаются взяли в руки куны перерезали им руки и ноги чтобы двигаться не могли и дальше пошли быстро да лис крикнула вся команда а теперь вы если увижу вас рядом перережу вам глотки я сегодня в хорошем настроении поэтому пожалею вас сами уйдете или хотите ползти как только враги почувствовали чакру то сразу окаменели от страха и услышав то что он их пожалеет сразу ринулись прочь что аж пятки сверкали лис сильно больно спросила нока смотри в эту же секунду царапина исчезла круто это регенерация я читал об этом эту технику использует госпожа сакура да только это не техника а гены от мамы передалось они решили не останавливаться идти дальше они болтали о своем и вот уже был виден большой мост какой большой мост удивилась нока да это наша драгоценность сказала норе почему спросил аки из-за его истории этот мост строили под секретом тогда всю страну волн захватил один ужасный человек из-за него умер мой отец но однажды к нам пришли четверо людей и в честь одного из них был назван этот мост вы же знаете легенду неизвестным героем они бодро замахали головами лишь наша страна знает его имя когда дойдем до той стороны узнаете вы кто первый до конца моста тот первым узнает имя этого героя крикнул аки эй аки подожди так нечестно крикнула ему в ответ на к и побежала за ним наруто улыбнулся на этот раз его улыбку было видно он решил снять маску в ней было трудно ватодышать глаза он закрыл той же черной повязкой ты странный сказал и нари почему спросил наруто твоя маска и твое поведение не похоже на элитного шиноби эту маску я сделала сам она помогает мне не выдавать себя а с характером он у меня от мамы ты не такой хмурый и злой как другие но ты смог поднять командный дух детям хоть и звучало это жутковато когда мне было 16 началась четвертая мировая война шиноби меня отправили на передовую я встречал на поле боя молодых шиноби они не могли убить даже белого зецу и я решил что пусть лучше и они с детства познакомятся с жестокостью этого мира они будут смотреть на то как их родные умирают ты был на войне в столь раннем возрасте да еще и выжил ты наверное многое пережил да мой друг умер на моих руках защищает меня Инари молчал он о чем-то думал они дошли до конца моста Аки и Нака стояли запыхавшись пока они восстанавливали дыхание подошли остальные три два один они повернулись и увидели надпись великий мост Наруто тут все дети были в шоке Алис смотрел на это с улыбкой на лице он вспоминал эти моменты ностальгия нахлынула его то есть имя неизвестного героя Наруто спросил Аки да а фамилия он вроде был у Зумуки это не фамилия а клан сказал Алис ты знаешь этот клан спросил Анари да но он считается мертвым уже больше 30 лет Джанин и Чунины в Канухе носят герб клана у Зумуки на своих жилетках я и Нака в том числе Наруто показал эмблему клана на своей толстовке на руку девочки дети все еще были в шоке их учитель был всемирной звездой и самым сильным человеком они решили промолчать ведь знали что сейчас с ними не изучитель а Анбу нам нужно идти дальше Нака Аки вы нас слушаете спросил Наруто они молча ушли в саму деревню через какое-то время они дошли до дома Нари это был тот самый дом в котором жил маленький Нари дети устали с дороги и сразу легли на футон потом их позвали на ужин они очень вкусно покушали теперь эта страна была не самой бедной а даже хорошей в развитии экономики и Нари рассказывал интересные моменты жизни Наруто это было неинтересно и он решил выйти прогуляться он ушел далеко от дома Лис сел на берегу моря и любовался закатом он тоже устал с дороги и начал засыпать но на него кто-то наполз сзади это был шиноби наемник Наруто читал про него в одном отчете преступник с ранга использовав свою скорость джинчирики выбрался от удушающего захвата кого тебе надо убить спросил Лис а ты догадливый мне нужно убить Инари я предшественник Гата и он приказал не отплатить за него а пацан тут при чем его жене Инари убил а за Будза он вырос таким же как и его отец он мешает нам взять эту страну как однажды господину Гата а теперь моя цель ты Наруто ударил бандита он отлетел на пару метров Лис быстро оказался возле него и ударил по шее он взял его за шкирку и сказал если увижу или узнаю что ты и твоя шайка тут находится переломай все кости и сдам ваше тело живьем проваливайте отсюда лучше не попадайтесь мне на глаза Наруто ослабил хватку и не заметил как его порезали отравленным кунаем враг убежал думаю он еще не скоро сюда придет нужно будет спросить у Сакурочин что это за яд Чаирте даже рана не заживает Наруто спрятал рану по толстовку и пошел к дому Наре Лиссон где вы были вас не было несколько часов тревожно спрашивала Нака я был на берегу и засиделся смотря на море на берегу там часто патрулируют предшественники Гата вам никто не попался Наруто хотел соврать но вспомнив что не умеет это делать бросил эту попытку и сказал правду частично да попался один я ему навалял и он убежал он еще не скоро сюда явится а где ваша маска строго спросила Нака Наруто достал маску из сумки и положил ее на тумбочку он немного кашлянул все-таки вода была еще немного прохладной и сидеть ночью без верхней одежды тоже не лучший вариант дети немного испугались они вспомнили тот день когда Наруто также кашлянул только с кровью первым в себя пришел Каваки он вспомнил что Лис также кашлял дома Саски сказал что он немного заболел парень подошел к Анбу и дал небольшую коробочку с таблетками от горла что было у него в маленькой аптечке спасибо Каваки все вроде успокоились и разошлись по комнатам Лису досталась старая комната Нари он снял капюшон и повязку в ящике Наруто нашел фотографию отца Нари он взял и сел на кровать Лис вспоминал этого человека представлял его закрыв глаза открыв он негромко закричал и почти сразу отвел взгляд ты что призрака увидел что кричишь не из этого вы слишком резко появились и я не ожидал вас увидеть стой ты меня видишь да вас же зовут Кайза ты меня знаешь Наруто повернул фотографии к призраку Нари Цунами как они Нари уже наверное большой сколько ему сейчас 26 я не буду спрашивать как ты меня видишь ответь еще на один вопрос Нари стал героем как я он мечтал быть им да но не сразу когда мы познакомились ему было 8 он ненавидел героев и думал что их не существует но благодаря человеку имя которого написано на масте он поверил в героев и стал им можешь сам увидеть спасибо я пойду прогуляюсь по деревне не успел идти Кайза как в комнату зашли лис спросил Нари ты что-то хотел как он вырос Наруто понял почему Нари стоял и смотрел на него прости мне нужно спуститься сказал Наруто пряча свое лицо под капюшоном и выходи из комнаты подожди сказал Нари черт где маска она же здесь была ты это ищешь спросил Нари держа в руках маску лиса я хотел тебе отдать ее верни нет сначала расскажи Наруто немного разозлился ему неприятно когда в его комнату заходит без стука и вся эта ситуация его раздражала чего тебе надо задать пару вопросов и честно на них ответить на звуки сбежались дети и мама Нари она пришла недавно лисен что здесь происходит спросил Аки ничего можете идти по комнатам они знают не все тогда расскажи им зачем врать они сели за стол Цунами ничего не понимала Наруто снял капюшон и начал говорить да я Наруто Узумуки я неизвестный герой причину ухода из деревни я рассказать не могу я учитель команды номер 7 а я догадывалась что наш учитель настоящий герой гордо сказал Инака да он у нас самый лучший и самый сильный продолжил Аки Наруто улыбнулся дети цветы жизни скажи как ты общался с моим отцом совершенно спокойно спросил Нари что лис посмотрел на него с ошарашенным видом дети смотрели так же Цунами не отставало ты знаешь что подслушивать нехорошо и лучше не вмешивайся это другое это касается только моей семьи я должен знать заткнись это касается и меня и моих учеников моей семьи с чего это дело моей семьи касаются твоей возле Наруто начала появляться странная чакра она была красно-оранжевой Синси что с вами спросил Минма эта чакра веяла страхом боль и ненавистью Наруто посмотрел на учеников оба его глаза были красными он вышел из-за стола и направился к берегу стойте Синси крикнул Аки вслед почему я не контролировал чакру Курама что происходит Курама черт он не отвечает думал Наруто нужно уйти подальше вдруг что натворю Наруто пошел к берегу он решил немного прогуляться по воде чакра так и не пропала он был отчего то узол и ударил со всей силы воду получилась большая волна и много брызгов от волны Наруто чуть не упал но все равно намочил себя вот блин теперь весь мокрый на удивление Наруто чакра пропала но связь с Курамой не удалось восстановить Наруто сделал костер и смотрел на луну намочился он не сильно поэтому быстро высохнул он заснул и проснулся от копошения возле себя рядом он увидел Аки и Нака они пришли к Синси посреди ночи сбежав из дома они улеглись на лиса солнце начало всходить появлялся алый рассвет он отражался на водной глади по берегу шли Минма и Каваки они подошли к Наруто Аки Нака вставайте сказал Минма дети сладко потянулись Синси мы так волновались за вас вы так резко ушли потом мы увидели как вы ходите по воде научите нас за Таратори Лаки научу лис улыбнулся ему достались хорошие ученики а еще мы видели большую волну и та чакра пропала что это было продолжила Нака я расскажу но чуть позже но что вы тут делаете когда эта чакра пропала мы спустились к вам ваш огонь потух и мы пытались зажечь новый это было сложно он все время тух сказал Аки Каваки сказал нам что вы заболели и мы не хотели чтобы вам стало хуже ответила Нака ладно вставайте спасители мои мне нужно зайти за документами и кое-что сделать дети встали и пошли за Наруто Каваки тайком принес маску и повязку за это Лис был благодарен ему он надел их они зашли за документами и хотели идти на мост но Наруто вспомнил кое-что я сейчас приду Наруто телепортировался к Инаре домой они не спали Наруто прости за вчерашнее мимо и Каваки мне все рассказали ты страдаешь из-за все этого прости пожалуйста просила Наре Наруто молча подошел к ним и отдал частичку своей чакры и исчез со словами это мой подарок поговорите с Кайзой увидимся Наруто вернулся к детям ну что мои дорогие подопытные кролики пойдем домой Синси мне не очень нравится слово подопытные кролики объяснила Нака мне тоже согласился Аки но ничего потом спасибо скажете за что спросил Аки Наруто промолчал и сложил странные печати они они похожи на стихию молнии подумал Минма внезапно все оказались в резиденции Хакаги они отлетели дети упали а Наруто врезался в стол Хакаги ну все живы здорово и это хорошо зато быстро до деревни дошли нужно будет еще испытать эту технику сказал Наруто отряхивая пыль с формы команда Конохамру Какаши и Шикамару были в шоке Лис встал и протянул свиток Хакаги держите Какаши Сенси это отчеты документы Лис объясни мне что это было ну это моя новая техника я взял за основу технику летящего бога грома и изменил кое что вместо печати будет моя чакра я телепортировал свою команду к Баруто в нем также есть моя чакра она ощущается сильней и кровь тоже сыграла свою роль к людям в чьем теле течет моя кровь и чакра мне легче телепортироваться ты не перестаешь нас удивлять усовершенствовал две самых уникальных и сильных техник четвертого вы же знаете меня Какаши Сенси ладно мне и моей команде пора домой все друг с другом попрощалось и Наруто после этого использовал свою новую технику чтобы побыстрее попасть домой но у Лиса как обычно в С пошло не по плану и он упал на пол лицом вниз на этот звук пришел Саски что ты тут делаешь точнее как оказался непонимающий спрашивал Лучха это моя новая техника Наруто вкратце рассказал про эту технику Саски после этого он молча подошел к Учихе и угнил его я так устал может покушаем Саски как обычно кивнул они поужинали и легли спать после каждой миссии Наруто шел к Саске и обнимал его и каждый раз его сердце твердило он рядом он здесь от этого становилось теплее на душе прошло еще полторы недели с первой миссии Наруто с командой они выполнили еще около трех миссий он научил их ходить по воде взбираться на дерево без рук Наруто определил стихии детей у Нака вода у Мин Мэка ваке огонь у Аки ветер он начал немного тренировать их стихия Саске тоже ему помогал Наруто немного улучшил технику перемещения но она все равно поглощает много чакры в данный момент команду Наруто вызвал Хакаги ваше новое задание вы должны отправиться в страну ветра и собрать редкие растения они растут только в пустыне и еще нужно собрать пару медицинских цветов они растут в особой зоне какаши сенси это задание слишком легкое цветочки может и Академия пособирать Наруто у тебя то и дело что сложные задания то с командой то как Анбу я даю тебе шанс отдохнуть ладно Лис телепортировал их к Гарри он немного удивился Наруто ты что-то хотел спросил Гара у меня задание мы пришли за лекарственными растениями покажешь конкур отведите детей а я поговорю с Наруто хорошо пошлите за мной и дайте список того что вам нужно сказал конкур он увел детей Наруто сел на диван и спросил о чем ты хотел со мной поговорить что это за техника усовершенствованная техника летящего бога грома которую я переделал под себя ладно не хочешь пойти со мной на общую тренировку будущих шиноби тренировка да перед экзаменом на Чунина мы проводим тренировку две команды вместе со своим командиров сражаются друг с другом так мы отбираем кандидатов на экзамен интересно я согласен все таки вы наши соперники и хотелось бы узнать вашу силу Гара показал стадион где уже потихоньку набегал народ Казикаги занял свое место а Наруто стоял оперевшись на перила вокруг стадиона через 15 минут вызвали первые две команды бой был сильный никто не мог догадаться какая команда выиграет но уже через 17 минут после начала битвы выиграла команда под номером 2 на замену пришли две других здесь было сразу видно чья сторона победит выиграла команда номер 3 бой закончился быстро и так еще два боя из 8 команд прошло 4 второй тур был между второй и третьей шестой и седьмой у первых двух был жесткий бой чуть ли не насмерть команда номер 6 испугалась и отказалась от боя все кто прошел первый тур попадали на экзамен поэтому она и отказалась уже хотели признать третью команду победителями как Гара спрашивает Наруто не хочешь размяться и выйти на бой с командой 3 я хочу услышать от тебя насколько силен шинки это тот парень которого ты претил у себя я согласен